Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Райл Липцом. ХТТП Райл Липцом. Все книги автора. ХТТП Райл Липцом. Аутхар Даманчук. Наталья ХТМЛ. Эта же книга в других форматах. ХТТП Райл Липцом. Баг Даманчук. Наталья ЮАР. Наизнанку ХТМЛ. Приятного чтения. ЮАР. Наизнанку. Черно-белое кино Южной Африки. Наталья Даманчук. Значок защиты авторского права. Наталья Даманчук. 2015. Создана в интеллектуальной издательской системе Ридерару. Вступление с чего начинается обычное утро обычного жителя Южной Африки. С чашечки кофе? С пробежки? А может быть сдавки в маршрутном такси? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, надо сначала узнать какого цвета этот обычный житель. Если он белый, то его утро начнется с пробежки, водных процедур у бассейна и чашечки кофе на веранде. Если человек темнокожий, то его утро начнется в маршрутном такси а-ля селедки в бочке. Хоть я иногда и жалуюсь на свою жизнь, в душе я точно знаю, мне повезло. Во-первых, я родилась белой девочкой. Хотя, про девочку я, возможно, погорячилась. В смысле, что я бы хотела родиться мальчиком. Но про цвет, точно нет. Во-вторых, в возрасте за 30 я попала в эту чудесную страну, где могу насладиться красивой и комфортной жизнью. В-третьих, потому что мне представилась возможность рассказать вам об этой стране. Но сначала несколько слов о себе и о своей семье. Зовут меня Натальей, и как я сказала выше, мне за 30. Родилась я в Молдавии, в провинциальном городке в семье инженеров. Когда я окончила школу, встал вопрос об образовании, и так как особых талантов не было, А стать я хотела только актрисой и никем больше. Родители отправили меня в Одессу в Политехнический университет, где спустя пять лет я получила диплом инженера-электрика. К тому времени я уже была замужем и имела трехгодовалую дочерину. Совсем скоро она станет совершеннолетней, и я обязательно расскажу вам, что она думает о Южной Африке, как общается со своими сверстниками и чем занимается в свободное время золотая молодежь этой радужной страны. Еще у меня есть сын Алексей, которого мы привезли в Африку, когда ему было всего семь месяцев. Сейчас ему семь лет и он, совсем недавно, стал школьником. Он говорит на трех языках. Русский, английский и африканцы ничем не отличаются от белых жителей этой страны, он голубоглазый блондин. И конечно, пошел он не в меня, а в своего отца, который является в нашей семье и ротором и статором. Если не возражаете, я мимоходом продемонстрирую вам знания своей специальности и коллекторно-щеточным узлом, с помощью которого мы с ним связаны уже 20 лет. Его зовут Андрей, но мне больше нравится словосочетание «Мой муж». Я расскажу вам, как он, со своим ужасным характером, уживается с жителями этой чудесной страны, о медицине в ЮАР, которую он, к сожалению, знает не по рассказам, а испытал на собственной шкуре. Я расскажу вам о нашей черной прислуге, о белом садовнике, поведаю вам о культуре, истории, о природе и климате, о городах, о зверях и, самое главное, о людях этой потрясающей страны. Страна Радуги ЮАР не зря называют страной Радуги, потому что разнообразие народов и культур, заселивших эту страну, напоминает разноцветные лучи Радуги. Преобладают представители африканских народов. Зулу, Каса, Пиди, Свана и Сота. Я не умею различать эти народности. Для меня они все черные. В моем лексиконе нет слов. Блэк, кофер и негр. Потому что это табу. Так нельзя называть чернокожих жителей ЮАР. Белые жители здесь очень любят задавать вопрос туристам. Знаете, какая разница между расистом и туристом? И когда те пожимают плечами, они гордо отвечают. Две недели. Читая мои заметки, вы, наверняка, подумаете, что я расистка. Уверяю вас, это не так. Просто здесь вы вряд ли встретите белого жителя уважающего чернокожего. Так построена жизнь. Люди в ЮАР делятся на белых и на черных. Черные и белые живут по-разному, думают по-разному, едят разную пищу и даже спорт у них разный. Но, тем не менее, они неплохо уживаются вместе. Белые жители делятся в основном на две категории. Африканеры и англичане. Африканеры, это сбежавшие из Европы голландцы и французы гугеноты. Они говорят на английском и на языке африканс. Их часто называют бурами, что в переводе означает крестьянин, мужик. Мы же, русские, их называем буровозами. Англичане, это выходцы из Великобритании, те, кто воевал с африканерами в Англобурскую войну. Белый человек живет в доме или в таунхаузе с бассейном. У него обязательно есть своя машина, причем хорошая, и каждое утро он, искупавшись в бассейне и позавтраков, надевает свои любимые штаны из хлопка, заботливо поглаженные прислугой с вечера, надраенные ботинки на толстой подошве и клетчатую рубаху из недорогого магазина. Он садится в свой автомобиль, включает любимое радио и смеется над пошлыми шуточками белых диджеев. Черный господин просыпается в своей маленькой комнатке, где рядом уже собирается на работу и в школу его семья. Герлфренд и дети. Он надевает старую помятую майку, потрепанные и залатанные штаны, грязные босоножки на босую ногу, целует детей, и вместе со своей герлфренд идет на автобусную станцию, чтобы сесть в душную маршрутку, по дороге послушать негритянский реп, доносившийся из хриплого радиоприемника, и добраться на работу, которую он, если ему повезло уже имеет, или может быть поимеет сегодня, а если не повезло, то без добычи так и вернется вечером домой. У белых жителей все предельно просто. Есть муж, есть жена, и по-другому они себе и не представляют жизни. У черных жителей все не так. Они бы с удовольствием назвали себя супругами, да только не могут себе позволить такого удовольствия. Для того, чтобы черный парень женился на черной девушке, он должен заплатить ее родителям лобалу. Так они называют выкуп на своем языке. В основном, это 11 коров. Правда, если эта девушка-девственница. Так как здесь девочки лишаются невинности в 10-12 лет, и выйти замуж девственнице так же нереально, как школьнику полететь на Луну, то одну корову родители невесты смело списывают за этот маленький недостаток. Остается 10. Но эти 10 коров бедный чернокожий жених не в состоянии заплатить за свою невесту. Поэтому пары, в основном, живут вместе, рожают и воспитывают детей, но называют друг друга не муж-жена, а бойфренд и герлфренд. Африканеры и англичане очень уважают рестораны и посещают их очень часто. Семейный завтрак или обед в ресторане обязателен раз в неделю. Дома они едят мясо, рыбу, овощи и фрукты. Они не уважают супы и вычурные салаты, вроде наших оливье и селедки под шубой. Когда они приглашают друзей на брай, наш шашлык, их столы никогда не ломятся от еды. Максимум на что способна белая леди это смешать своими ухоженными ручками нарезанные свежие овощи, помидоры, огурцы и листья салата. И заправить их оливковым маслом. Еще на столе обязательно будут различные чипсы и кока-кола. На мужчину возлагаются более серьезные обязанности. Он должен купить в магазине мясо, уже под маринадом, и приготовить его на огне. Делается это все не заранее, а когда гости уже пришли. Женщины вместе нарезают овощи, пьют вино из пузатых стаканов и судачат о своем, о девичьем, поломанный ноготь, неблагодарная прислуга. А мужчины переворачивают мясо на огне, обязательно обсуждают спорт и пьют пиво. На людях семейные пары стараются выглядеть абсолютно счастливыми, постоянно держат друг друга за руки, целуются и говорят ласковые слова. Как на самом деле они себя ведут в домашней обстановке я, к сожалению, не знаю, потому что я замужем за русским, который ведет себя одинаково паршиво и притворяться не желает. Они тратят на продукты немало денег, очень любят ходить по магазинам и накупать всяких интересных штучек в дом. Также любят всякие статуэтки, которыми украшают свой сад. Черные жители страны питаются в основном пабом и, если есть деньги, уважают жареную или тушеную курицу. Совсем не едят свинину. Баранина и говядина для них очень дорогое удовольствие, поэтому они и выбирают курицу. Паб – это каша из кукурузной муки и это их самая любимая еда. Даже если чернокожий получил образование и хорошо зарабатывает, он все равно питается пабом, потому что это вкусно. Так они говорят. Едят они руками, смачно облизывая каждый палец. Во время еды громко говорят и о чем-то спорят. Впрочем, это они делают не только во время еды. У них очень распространено многоженство, и женщины одного мужчины спокойно ладят друг с другом и смотрят за чужими детьми. Кому на ЮАРе жить хорошо? Сразу признаюсь, жизнь здесь очень комфортная. Человек, у которого есть высшее образование, живет очень хорошо. И тут уже совсем не важно, какого цвета этот человек. Если у него хватило ума и терпения получить высшее образование, он не проживает свою жизнь, а наслаждается ею. Другой вопрос, что учиться хочет не каждый. Почему-то большинство выпускников, заканчивающие школы, не хотят идти в вузы, а предпочитают отдохнуть, поездить по миру, поработать официантами в других странах. Скажу откровенно, молодежь очень избалованная. Почти в каждой белой семье есть прислуга. Многие дети никогда не заправляют свою постель, не моют посуду, не убирают в доме. И несмотря на такую жизнь, они умудряются устать от нее и ищут приключений в других странах. А когда они приезжают назад и понимают, что жизнь проходит мимо них, очень сожалеют и стараются догнать время. Некоторым это удается, и в 28, получив образование, они устраиваются на работу, заводят семью, получают приличную зарплату, на которую могут себе позволить и дом, и машину, и прислугу. Они путешествуют и наслаждаются жизнью. Но большинство не способны угнаться за временем, да и терпение они уже где-то посеяли. Они оканчивают какие-нибудь курсы, устраиваются на среднеоплачиваемую работу и жалуются, что не смогли ухватить удачу за хвост. Но даже этот достаток позволяет им иметь и дом, пусть небольшой, и недорогой автомобиль и прислугу. Конечно же, есть индивидуумы, которые знают чего хотят от жизни и уверенными шагами идут к лучшей жизни. Таких, кстати, тоже немало. Если среди них и чернокожие жители, именно им действительно тяжело. Потому что до 1994 система государственного школьного образования строилась по расовому признаку и только дети белых получали образование в школах, где обучение велось либо на африканс, либо на английском языке. Для белых детей образование было бесплатным и обязательным до 16 лет. Практически все дети африканеров учились в государственных школах, а дети англо-африканцев – не только в государственных, но и в элитных частных школах, созданных по образцу английских закрытых привилегированных школ. Основная роль в распространении образования среди черного населения принадлежала лишь европейским христианским миссиям. В последние годы правительство ЮАР многое делает для преодоления наследия апартеида в сфере образования. На образование тратится не менее 20% бюджета. В университетах и технических колледжах обучаются свыше миллиона студентов и для чернокожих жителей ЮАР обучение бесплатное. Но в школах сохраняется очень высокий уровень неграмотности среди населения старше 15 лет. Исключительно черные жители. Кроме того, от 6 до 8 миллионов взрослых функционально неграмотны. На момент перехода власти в 1994 году к представителям черного большинства свыше 90% ученых и инженеров страны составляли белые. С тех пор положение если изменилось, то скорее количественно, чем качественно. Я, как и мой муж, работаю по специальности инженер-электрик. Мне повезло, я нашла работу сразу, с первого интервью. Подготовила рассказ о том, где я работала, чем занималась, отбарабанила, прицепила несколько фраз про страну, про то, что мне хотелось бы тут жить и работать и получила работу. Скажу честно, что рассказ писала исходя не из того, чем я действительно занималась на родине, а из того, чем занимается компания, в которую меня пригласили на интервью. Мой муж нашел работу спустя 10 месяцев, когда хоть что-то смог рассказать своему будущему боссу. А эти 10 месяцев, не поднимая головы, учил английский язык. Кстати, про английский язык. Я говорю на английском неважно, зато пишу хорошо. Иногда я путаю времена, иногда не могу построить предложение правильно. Но меня все понимают, и никто никогда не сделал ни одного замечания. Английский язык я учила только в школе. Школа была не с английским уклоном, а самая обычная. И в аттестате у меня стоит твердая четверка. Но когда мы приехали в страну, я понимала, как ни странно, примерно процентов 70. Этого было вполне достаточно, чтобы уловить смысл и ответить парочкой дежурных фраз, которым я сразу обучилась. У меня неплохое произношение. Но вот оно уж точно никакой роли не играет. Потому что в стране очень много выходцев из Европы, для которых английский – второй язык. Да и для чернокожих жителей страны английский не первый язык. А уж их произношение понять с первого слова практически невозможно. Когда первый месяц на новой работе мне пришлось общаться с чернокожими жителями по телефону, это была настоящая пытка. Потом я привыкла к их акценту, а сейчас понимаю их на все сто. Отличительная черта их произношения – это буква «Р», твердая, как камень. Например, цифра «3» с их уст будет звучать так. Тррррри. Кстати, в Южной Африке никто не рыкает, как в Америке или Канаде. И эта самая «Р» произносится в точности, как наша. В компании, в которой я сейчас работаю, есть несколько больших боссов из Канады. Дело в том, что в Южной Африке не хватает мощности и правительство решило построить несколько атомных станций. Именно этим я сейчас и занята, электрической частью в построении атомной станции в Киптауне. Так как опыта у южноафриканцев в этой области нет, они пригласили специалистов из Канады. На первом совещании присутствовали два профессионала из Канады и, естественно, они говорили на канадском сленге и рыкали. После совещания, когда они ушли и остались только южноафриканцы, я пробурчала себе под нос. Ну и английский. Как они еще себе язык не поломали. Все мои южноафриканские коллеги засмеялись и согласились со мной, что даже им тяжело общаться с канадцами, и что они совсем не привыкли к такому произношению. Мы живем в стране почти семь лет. Я поменяла три работы, и моя зарплата увеличилась более чем в три раза. Мой муж недавно в четвертый раз поменял работу, и останавливаться не собирается. Если мне предложат больше, почему я должен отказываться? Спрашивает он и просматривает в интернете новые рабочие позиции. Итак, все-таки кому же на Юаре жить хорошо? Думаю, что всем. Возьмем пенсионеров. Наши соседи по дому, справа и слева, пожилые люди. К своему пенсионному возрасту, они имеют выплаченный дом, две машины, прислугу, потому что привыкли к ней и отказываться не хотят. Да, их огромный дом не нужно убирать каждый день. Дети и внуки редко приходят в гости, поэтому прислуга приходит прибираться всего пару раз в неделю. Пенсионеры выглядят отлично. Они очень ухожены, почти всегда ходят за ручку и заботятся друг о друге. Мне очень приятно наблюдать, как по утрам, в кафе, они приходят, держась за руку, присаживаются за столик на двоих, заказывают завтрак и наслаждаются. Они умеют наслаждаться жизнью. Они, прищуриваясь, вдыхают аромат капучино, нежно потягиваясь и подставляя солнечным лучам свое морщинистое лицо, любуются прохожими и посетителями ресторана. Они беседуют друг с другом о своих детях и внуках, они с любовью заглядываются на вас и улыбаются. И вы не можете не улыбнуться им в ответ, потому что их улыбка искренняя. Они знают, что их жизнь почти прожита, что они подбирают с пола драгоценные крохи жизни, что их соседа вчера увезла скорая, и что очень скоро они окажутся за бортом. Но они все равно улыбаются. Они прожили свою жизнь в радости, в счастье и своей доброй, открытой улыбкой. Они желают и вам такой же счастливой жизни. Они никогда не нагрубят вам и всегда пропустят вперед. «Ты же молодая, ты же спешишь, беги, я подожду». Лично я, когда услышала такую фразу, застыдилась, остановилась и сказала «Ну что вы, проходите, пожалуйста». Потом долго смотрела этой бабушке вслед и думала о том, что очень хотела бы к старости стать такой же солнечно, счастливой бабулечкой. Теперь рассмотрим женщин, белых и южноафриканских. Только не надо утверждать, что женщина есть женщина и неважно какого цвета у нее кожа и уж тем более откуда она родом. Понятно, что женщина женщине рознь, но южноафриканские женщины отличаются, по крайней мере, от русских женщин всем, чем только могут отличаться особи в юбках. Я пыталась завести дружбу со многими женщинами в ЮАР, но у меня ничего не получилось. Более того, все мои русские знакомые такого же мнения, как и я. Вообще, к женской дружбе я отношусь очень тепло, я умею ее ценить и очень дорожу ею. Но перезнакомившись примерно с 20 женщинами я поняла одно, я никогда не смогу провести в их компании даже пару часов. И это совсем не потому, что кроме темы про шопинг больше тем нет. В конце концов, я пишу книги и мне хватило бы фантазии придумать и озвучить мой последний шопинг во всех деталях, от перламутровых пуговицах на носках, до молнии на трусиках танго. Меня бесит в этих женщинах другое, все остальное. И если честно, то тема шопинга тоже. Но апогей моего возмущения их гостеприимство. Вас когда-нибудь приглашали на день рождения южноафриканца? Тогда расскажу вам, как проходит сие мероприятие. Первый поход ввел меня и моего мужа в глубокий шок, который длился две недели. Все эти две недели мы ходили подавленные и только когда рассказали русским знакомым про день рождения узнали, что это обычное дело. Итак, в магазине покупаются пригласительные открытки и красивым каллиграфическим почерком вырисовываются имена. К обычному тексту праздник состоится с такое-то время, адрес такой-то они приписывают. Мы будем очень рады видеть вас или с нетерпением ожидаю вас на нашем празднике. По своей неопытности мы пришли на праздник именно в то время, какое было указано в пригласительном, в 4 часа. Как нам удается всегда быть вовремя, это отдельная история. Спасибо моему замечательному мужу за качество пунктуальность. В назначенный час ха-именинница открыла дверь, и на лице ее было такое удивление, как будто мы с мужем были не русскими, а марсианинами. Я лично сразу подумала о том, что мы ошиблись либо датой, либо временем. Ее удивление встретилось с нашим. Именинница сразу спрятала свое изумление за дежурную улыбку и протянула руки к подарку. Я протянула ей презент, мой муж цветы. Именинница все это схватила в охапку, кинула на диван в гостиной, а нам призналась, что еще ничего не готово. Я сразу предложила ей свою помощь, на что она тоже сразу согласилась. Вот три упаковки чипсов, а вот три пиалки. Затараторила она и исчезла наводить марафет. Но не на столе, как выяснилось позже, а на лице. Муж этой дамочки пожал нам руку и пригласил к телевизору, где как раз транслировали очередной матч по регби. Я выложила чипсы в пиалки и проследовала к телевизору. Началась непринужденная беседа о том, нравится ли нам в ЮАР, прерываемая возгласами мужа именинницы. Ну, давай, ну, ну, еще, встань в стойку. В стойку я сказал. Хорошо, что эти возгласы были адресованы не моему мужу, а какому-то пюсси Мангомеру, о котором я узнала чуть позже, когда мой муж решил заставить меня влюбиться в того самого пюсси, дабы я своей влюбленностью заинтересовалась регби. Но об этом я поведаю вам в теме спорт. Тогда же я сидела на диване, рассматривала интерьер и ждала именинницу. Она появилась примерно через полчаса, и сразу стала рассказывать, какой тяжелый день ей выдался. Прошло еще полчаса. Именинница вспомнила, что она ничего нам не предложила и предложила своему супругу предложить нам выпить. Тот сразу же засуетился, сбегал на кухню и принес из холодильника пиво, моему мужу, а мне легкий алкогольный напиток. В следующий час мы продолжали смотреть регби. Вскоре стали прибывать в гости. Первая пара пришла, когда на часах было 6.10. Вторая пара пришла в пол седьмого. Еще через минут 10 пришли другие две пары. Сидеть было негде, все стояли. На барной стойке, у бара, находились вожделенные три пиалки с чипсами, на которые мой муж уже два часа как косился. Я не знаю, с каким желудком вы приходите в гости, но мы сделали две глупости. Пришли голодными, и пришли вовремя. Когда все гости были в сборе, нам наконец-то сообщили, что начинают готовить ужин. Моему мужу и так было плохо, но после этого объявления ему поплохило еще сильней. И, конечно же, не от слова «ужин», а от слова «начинаем». Потому что по-нашему уже все должно было быть готово. Стол должен быть накрыт скатертью-самобранкой, которую любимая жена вышивала два дня, а вино разливаться из холодильника как кисельные реки в сказках. Боясь, чтобы муж не свалился в голодный обморок, я стащила одну пиалку с чипсами и дала ему. Видели бы вы это благодарное лицо. Муж именинницы стал разжигать огонь в брейнице. Брейница — это что-то вроде шашлычницы, только мясо жарит не на шампурах, а на решетке. Еще полчаса ждали, пока дрова будут готовы, и еще через полчаса мой муж получил вожделенный кусок жареного мяса, а именинница со своими подругами даже успели приготовить салат из свежих овощей. Мяса было мало, примерно два кусочка на человека. Зная тонкую мужскую сущность своего супруга, я сразу прикинула, что два кусочка мяса для него — это как две конфеты для меня. То есть, не просто мало, а почти ничто. И поделилась с ним моей порцией. В ответ я услышала два слова. Спасибо и уходим. Я решила ему возразить. А десерт? Закажешь себе в ресторане все, что пожелаешь. Через 10 минут мы сидели в ресторанчике, неподалеку от дома именинницы, ели салат из кальмаров, отбивную под грибным соусом, пили вино и обсуждали день рождения. Как ты думаешь, это у них такая культура? Спросил у меня муж, или они жлобы? Думаю, что культура. Ты заметил, что на жареное мясо кроме тебя никто не набросился? Заметил, признался муж. До того момента я был твердо уверен, что попал в дом в жлобам. Но когда никто не бросился на мясо, меня стали терзать смутные сомнения. В следующий раз будем знать и обедать перед вечеринкой. А что, если нам всех их пригласить к себе? Глаза у мужа загорелись, как лампочки. И угостить чипсами? Нет, показать настоящий мастер-класс. Приготовиться, как ты умеешь, и научить их, как надо делать. Не думаю, что они оценят это. Это их культура. Ты хочешь ее изменить? Попробовать можно ведь, правда? Конечно можно. И мы попробовали. Я приготовила три тарелки закусок. Маленькие фрикадельки с соусом сациви, бутербродики, гринки, фаршированные яйца. На стол подала, как у нас полагается, первый, украинский борщ с помпушками. На второй был мясной рулет с грибами, фаршированная курица, вареники с картошкой и три салата. Оливье, селедка под шубой и мимоза. На десерт были вареники с вишней и блинчики с фруктами и мороженым. Надо было снять на камеру их лица. Они действительно были в шоке. Никто и думать не мог, что самая простая женщина может сама приготовить столько всего. И это столько еще и очень вкусно. Они рассматривали вареники, как какой-то инопланетный шедевр и поражались, как много времени я потратила, чтобы запихнуть туда картофель. А фаршированная курица вообще повергла их в шок потому, что они никак не могли понять, как же можно вытащить все мясо, засунуть его обратно со специями и овощами и при этом не повредить куриную шкурку. Я была королева дня. Меня хвалили каждую минуту. Мой муж радовался за меня и твердил целый вечер. Это еще что? Она такой холодец варит. А какие голубцы она готовит? А если бы вы попробовали ее медовик? На следующий день мой телефон разрывался от звонков. Сначала звонили женщины. Вы, наверное, сейчас подумали, что они звонили, чтобы попросить рецепты. Ошибаетесь. Ни одна из них даже не спросила меня рецепт салатов или о том, как делается тесто на варенике. Они просто поблагодарили меня за прекрасный ужин. Да, в любезности им не откажешь. После женщин звонили мужчины. Они тоже благодарили за вчерашний вечер и намекали, что не прочь еще раз забежать в гости. А один из них попросил рецепт мясного рулета с грибами. Через пару месяцев одна пара из приглашенных на нашу вечеринку решили устроить поти. Дамочка позвонила, пригласила нас, но сразу сообщила, что такой роскоши, как у нас, у нее не будет. Стоит ли говорить, что на их вечеринке было все, как обычно, только с одним отличаем. Они с восхищением обсуждали мою кухню. Сейчас несколько слов об южно-африканских мужчинах. Все они, даже если имеют высокую позицию или крутят миллионы в своем бизнесе, совершенно не умеют элегантно одеваться. Впрочем, как и их жены, с шармом. Мужчины предпочитают коричневые или серые брюки из хлопка, неуклюжие ботинки на толстой подошве и недорогие, но практичные рубашки. Часто надевают без рукавки или свитера. Что такое галстук они знают, конечно, но пользуются им только на похоронах или в церкви. Встретить мужчину в галстуке и в строгом костюме – большая редкость. Они уважают простоту и удобство. Когда мой муж первый раз появился на своем рабочем месте в галстуке и строгом черном костюме, его спросили. «У тебя кто-то умер? Наши соболезнования». «Слава Богу, все здоровы», – удивленно констатировал мой муж. «А почему ты тогда в галстуке и в костюме?» Мужу пришлось честно признаться, что это его обычная одежда, в которой он привык работать. Через неделю они поняли, что это была не шутка, но постоянно подшучивали над ним и прозвали его «Мистер Галстук». Спустя пару месяцев на день рождения ему подарили огромный галстук, специально сшитый на заказ, который как картину огранили в рамку и повестили на стену в его кабинете. Женщины очень любят джинсы и прямые черные брюки. Большинство совершенно не выделяется столпы, серые и черные тона в одежде преобладают у женщин всех возрастов. Короткая юбка для южноафриканской женщины – очень редкое явление. Деловой костюм – тоже. Никаких ярких аксессуаров, вроде ремней, сумочек и шляпок. А вот черное население страны обожает аксессуары. Очень редко встретишь их без шляпки. Большинство белых женщин до сих пор носят комбинации, и обязательным атрибутом у них является лифчик. Без него они за порог не ступят, даже когда его ни на что надеть. В большинстве своем, они очень порядочные и не позволяют себе заигрывание с другими мужчинами. Южноафриканские мужчины вполне домашние, и даже можно сказать ручные. Они очень боятся своих жен, помогают им по хозяйству и в воспитании детей, и по субботам сопровождают своих дам по магазинам. Большинство женщин или вообще не работают, или работают на низкооплачиваемой работе, например секретарями. Только единицы зарабатывают наравне с мужчиной. Лично я еще не встречала женщину, которая работала бы инженером. Очень неплохо получают бухгалтера и экономисты. В юридической индустрии большинство мужчин, так же как и в медицине. Я, как писала выше, поменяла две работы. В первой компании, в которой я работала, было двое мужчин, с которыми мы очень хорошо общались. Один из них постоянно просил у меня рецепты, а на следующий день докладывал о приготовленном блюде. Работала с ними очень легко. Когда-то давно я мечтала иметь друга Гея. Чтобы обсуждать с ним новинки мод, обмениваться рецептами и самое главное общаться на равных, чтобы не было ни грамма намека на близость. Не буду утверждать, что все южно-африканские мужчины такие, но те, с которыми мне приходилось работать, были очень похожи на то описание, которое я так хотела видеть в мужчине-друге, но в то же время геями они не были. Вот такой парадокс. Во второй компании, в которой мне выпала честь работать целый год, у меня был замечательный друг Хэрри. Он занимал позицию инженера-механика. В этой компании была столовая, где нас бесплатно кормили и законные полчаса мы с удовольствием общались за обедом. Пожалуй, это было самое любимое наше времяпрепровождение. Инженером он был толковым и даже иногда заменял меня. В компании, где я работаю сейчас, два молодых коллеги. Мы частенько обедаем с ними в ресторане и обкатываем машины. Они любители автомобилей, а наш офис расположен в самом центре Притории, где размещены почти все компании по продаже автомобилей. В любую можно зайти и попросить проехаться на автомобиле, дабы удостовериться, что тебе нравится предлагаемая модель. За полгода мы прокатились на автомобилях всех марок и пришли к обоюдному мнению, что по цене и качеству Mercedes-класс состоит на первом месте. Один из коллег сразу заказал себе этот автомобиль, другой собирается это сделать в конце года. Еще южноафриканские мужчины отличаются тем, что на людях постоянно держат за ручку свою вторую половину, обнимают ее и целуют, не стесняясь посторонних взглядов. И так себя ведут все семейные поры, несмотря на то, сколько времени они женаты. Месяц или 30 лет. Мне почему-то кажется это наигранным. Я, лично, очень люблю своего мужа, но я не стану обнимать и целовать при людях. Думаю, тут имеет место быть наше советское воспитание. Хотя с другой стороны я им немного завидую, если конечно их чувства искренние. Немного истории не буду посвящать вас в курс мировой истории, с которой как-то связана и история Южной Африки. Просто расскажу о главных событиях. После того, как Васко Дагамо открыл мыс Доброй Надежды, Южная Африка стала очень популярным местом. Здесь постоянно останавливались европейские корабли, а к середине 17 века Ценгай кораблекрушения побудили голландских торговцев основать первое поселение на месте современного Кейптауна. В конце 18 века британцы тоже решили урвать свой кусок, и большинство британских иммигрантов поселились в городе. Но переворот в Черной Африке был произведен не только белыми захватчиками. Зулузский вождь Чака возглавил Черную кампанию террора. Об этом герое мне хочется написать подробней. Имя этого чернокожего Зулуса знает любой житель Южной Африки. Его подвиги изучаются в школе. На него хотят быть похожими все чернокожие мальчишки. Итак, откуда взялся этот Чака? В легенде описывается, что некая юная зулузская красотка по имени Нанди купалась в озере. Ее увидел вождь племени, который возвращался с битвы и решил обмыть копье. Здесь следует сделать лирическое отступление. Обычай омывать копья у зулусов означает, что любой воин, убивший врага, имеет право овладеть любой соплеменницей. Более того, он обязан это сделать, иначе он не мужчина. Она не имеет права ему отказать, ибо становится предательницей рода. Через некоторое время Нанди сообщила старейшинам, что она беременна. Те не поверили и провозгласили. Неправда. У тебя в животе застрял Чака. Еще одно пояснение. Чака – это такой легендарный жук, который мистически связан у зулусов с женским менструальным циклом. Однако 9 месяцев спустя от Нанди пришла весть. Чака родился. Так появился на свет новый зулузский вождь, а кличка Чака осталась за ним до конца его дней. В начале 19 века вождь зулусов Чака объединил разрозненные враждующие племена и создал королевство зулусов. Он изменил жизнь аборигенов. Начиная с 7-летнего возраста, зулуз приобщался к древней традиции поединков на палках, которые велись до первой крови. После такого поединка соперники перевязывали друг другу раны, показывая, что не испытывают вражды друг к другу. Когда мальчик подрастал, его учили военным танцам. Нередко подобные танцы заканчивались настоящими поединками на палках, которые являются символом независимости и совершеннолетия. Зулузский палочный бой схож с русским, отличие только в том, что в левой руке их мужчины держат щит из воловьей шкуры. Чака установил, что по достижении 16 лет все юноши призывались на королевскую военную службу в качестве оруженосцев. Там они получали боевое оружие и белые щиты из буйволовой кожи. После каждого подвига воин имел право нанести на них черное пятно, если он отличился, защищая стадо или в охоте на хищника, и красное, если убил человека. Правда, сейчас их уже не наносит. Войны оставались в распоряжении короля до своей женитьбы. Отпускали их всех. Разрешение о женитьбе выдавалось лично королем сразу целым полкам. К этому времени были приурочены праздники, которые существуют и до сих пор. Естественно, король стремился как можно дольше удерживать воинов на службе, и мужчины в среднем женились ближе к 40 годам. Сейчас армия уже в таком виде не существует. Чака натворил много дел. Сделал зулусов самыми могущественными в этих местах. Создал новые вооружения и войска. Ввел новые порядки и традиции. Наводил ужас на африканеров. И все это живо по сей день. Сувениры с дротиками, осагаями и щитами из шкур. Маленькие чехольчики из желудей на мужской пенис, которые встретишь в любом магазинчике для туристов. А особенно легенды и воспоминания, как из фильмов ужасов. К примеру, Чака тренировал выдержку у своих воинов следующим образом. Он выстраивал лучших гвардейцев раздетыми и затем выпускал перед ними танцевать несколько тысяч обнаженных черных амазонок. Война, который не мог себя контролировать, и у которого кое-что естественным образом поднималось, убивали на месте. Так он уничтожил почти 15 тысяч своих отборных солдат. По размеру своего собственного пениса он приказал создать деревянные колышки, которые вбивались в задний проход его врагам. Но была и еще одна казнь, ставшая нынче вполне современным событием. В борьбе с колдунами он применял сухие колючие венки, которые горящими надевались обреченному на шею. Сейчас порой в пылу политической и криминальной борьбы эту казнь Чаки применяют в районе Сауэта в Еханнесбурге. Правда, вместо деревянных венков на шею жертвы набрасывают горящую автомобильную шину. Список подобных дел Чаки можно продолжать долго. Чего только стоил после смерти его матери запрет на два года всему населению на питье молока, засеивание полей, осуществление любых половых отношений и на танцы. Зулусы чуть не вымерли от голода и изнурения. Вот почему Чака закончил свою жизнь трагично, был задушен своим братом и двумя полководцами, что произошло в священном городе Зулуса в Стенджере. Там, в гористой местности действительно бродит какой-то магический дух, от которого трудно отделаться. Тысячи зулусов приезжают сюда 22 сентября, чтобы преклониться перед своим незабвенным предком. Однако сегодня настоящие зулусские деревни, крали, привлекают особое внимание туристов. Главные места их проживания называют Квазулу, что значит земля Зулу. Не побывать там нельзя, если вы собираетесь в путешествие по Южной Африке. Но вернемся к истории. Разрушительная война между англичанами, бурами и зулусами одних уничтожила, других поработила, а третьих вынудила бежать из этих мест. В этом хаосе буры вступили на собственный путь борьбы за независимость от Британского королевства. Большинство пастбищ, через которые проходили буры, были покинуты или населялись беженцами. Но зулусы не склонялись перед белыми. Они оказали кровавое сопротивление бурам во время их сокрушительной огневой атаки. Бурская республика была постепенно прибрана к рукам Великобритании в середине XIX века с помощью соглашений, дипломатии и насилия. Но когда в Кимберли были обнаружены алмазы, голландцы начали все серьезнее противостоять британцам в этом регионе. Первая англобурская война закончилась победой буров и была создана Южноафриканская республика. Британцы не предпринимали никаких попыток для повторной атаки, но когда неподалеку от Йеханнесбурга было обнаружено золотое месторождение, Великобритания начала Вторую англобурскую войну. К 1902 году буры истощили все свои ресурсы и начали предпринимать налеты на английские территории, не признавая власть Великобритании. Британцы подавили сопротивление непропорциональными ответными действиями. Если железная дорога была взорвана, англичане разрушали ближайшую ферму. Если со стороны фермы или дома раздавался выстрел, дом сжигали дотла и скот убивали. Женщины и дети фермеров были согнаны в концентрационные лагеря, новое изобретение британцев, где от болезни и плохого обращения умерло почти 30 тысяч человек. В итоге буры были вынуждены подписать унизительный мирный договор. Вскоре, после создания Союза Южной Африки, было принято российское законодательство, которое ограничивало права черных и закладывало фундамент для апартеида. И в 1948 году победившие на выборах африканеры взяли управление в свои руки, и власть была сосредоточена в руках белых до 1994 года. Под диктатурой апартеида, каждый человек классифицировался по расовому признаку, и раса определяла, где ему жить, кем работать, кому молиться и как учиться. Чернокожие население оказывало сопротивление в форме забастовок, акций публичного неповиновения и маршей протеста, и они наконец-то были поддержаны международным сообществом. Акты насилия против маршей протеста чернокожих, наконец, сподвигли анноналожение экономических и политических санкций. Но в середине 80-х годов в городах началась борьба черных против черных. Здесь были столкновения между политическими конкурентами, племенными врагами, гангстерами-аппортунистами, и между теми, кто жил в общежитиях и теми, кто имел собственные дома. Президент ТВ Бота, замученный экономическими санкциями, а не критикой своей власти ушел со своего поста, и ему на смену пришел реформист Деклерк. Все правила аппортуида были отменены, политические заключенные были выпущены на свободу и начались первые переговоры по созданию многонационального правительства. В 1994 году прошли первые свободные выборы, и Нильсон Мандила стал президентом. В 1999 году после пятилетнего существования демократии в стране вместо Нильсона Мандилы, президентом стал Табамбеке. Девять провинций в ЮАР, девять провинций, и они отличаются друг от друга не только своими размерами. Это по своей сути разные миры, каждый из которых имеет ни на что не похожий климат, ландшафт, а зачастую и этнический состав населения. Возможно поэтому, о ЮАР часто говорят, весь мир в одной стране. Я хочу вам рассказать о каждой провинции. Провинция Гаутинг. Гаутинг. Именно в этой провинции я и живу. В городе Йеханнесбург. Всего каких-то 150 лет назад на этом месте жили несколько фермеров. В 1886 году два австралийца наткнулись на золотую жилу, и началась золотая лихорадка. Через несколько месяцев здесь возникло 4 огромных палаточных лагеря. Под руководством некого служащего Йохана был составлен план будущего города, и возможно в честь этого служащего и был назван Йеханнесбург. Вскоре выяснилось, что запасы золота здесь самые значительные в мире, и появились крупные финансовые короли, сколотившие огромные состояния на алмазах. Уже спустя три года после открытия залежей золота Йеханнесбург занял место главного города Южной Африки. На языке Нгуни его называют Иголи. Иголи – город золота. Проезжая по современному мегаполису, можно увидеть золотистые холмы – это отвалы золотых шахт, небоскребы, шикарные бутики, великолепные отели, рестораны, огромные торговые центры, ароматные индийские базары, тихие тенистые пригороды – это все Йеханнесбург. Но кроме всего этого огромные районы бедных, районы среднего класса и очень богатых жителей. Бедные районы называются тауншипами. Жуткое зрелище. В одном таком районе, Сауэта, проживает более 4 миллионов чернокожих. Черные, как тараканы, снуют, шумят, галдят, по улицам ездят разбитые машины, маршрутные такси, забитые чернокожими, с разных сторон слышна музыка, негритянский реп. Дома в таких районах могут быть различными. От картонок, придерживающихся парочкой кирпичей до огромного особняка чернокожего миллионера. В бедных хибарах и бараках живут в основном нелегальные пришельцы из соседних африканских стран. Таких бараков примерно процентов 10, но с каждым годом их становится все больше и больше. Остальные 90% – это самые обыкновенные маленькие частные домики. Живут они очень скромно. Единственное, чего я не могу понять, почему они не сажают деревья и какие-нибудь растения возле дома. Стоят домики, а вокруг ни цветочка, ни деревца, ни травы. В Сауэто есть и богатые дома. Здесь даже есть квартал под названием Сауэто-Биверли-Хиллз. И еще поговаривают, что там проживает около 20 миллионеров. В Сауэто жил Нельсон Мандила и его два его дома находятся именно в этом районе. Еще два других где-то в пригороде Еханнесбурга. Здесь же находится крупнейший в южном полушарии госпиталь, работают школы. Средние районы тоже разные. Есть и закрытые, где въезд только по пропускам. На въезде шлагбаумы улыбающиеся чернокожие обязательно доложат. Добрый вечер, мэм, рад вас видеть. Ваш муж уже дома. Лично мне очень нравятся закрытые районы. Тему преступности я еще обязательно раскрою. Но пока скажу только, что люблю эти районы за то, что могу спокойно отпустить ребенка на улицу поиграть с соседними ребятишками, или покататься на велосипеде. В других районах это просто невозможно. И не только из-за преступности. В закрытых районах очень мало машин, только тех, кто живет в этом районе или приезжает в гости. У них тоже есть дети, поэтому они уважают детский мир и не носятся, как угорелые. Богатые районы почти все закрытого типа. Дома шикарные, трехэтажные, обязательно с бассейном и парковкой для гостевых автомобилей. Во многих есть теннисный корт, несколько мотоциклов, на которых они выезжают в выходные дни. Однажды мы с мужем попали в такой дом. Мой муж работает на компанию, которая занимается производством печей. Они делают огромные электроды для печей, которые плавят металлы. Хозяин этого дома имеет малый бизнес, небольшой завод, где производит оборудование для горнодобывающей промышленности. Этот бизнес ему перешел от отца, а отцу от деда. Зовут его Мэтью. Он женат третий раз. Две его предыдущие женушки, по его словам, хорошо устроены и чувствуют себя счастливыми. С третьей женой он в последнее время имеет разногласия и их отношения. На данный момент, находится над пропастью. Но вернемся к дому. Дом был трехэтажный, в стиле модерн, сделанный только из металла и стекла. Дизайнер полгода трудился над этим проектом, пока Мэтью его одобрил. На первом этаже находилась гостиная, диваны, кресла, маленькие столики, бар и кухня. Все это располагалось примерно на 500 квадратных метрах. Из гостиной было два выхода. На шикарный балкон с фонтаном и подсветкой и на искусственный пруд с рыбками. Только на рыбок этот господин тратить в месяц более тысячи долларов. На банкете были три жены миллионера. Они прекрасно ладили между собой, пили вино и, видимо, обсуждали предстоящий развод третьей супруги, потому что постоянно подзывали бедного Мэтью и отчитывали. На эти 500 квадратов было семь человек прислуги. Официанты бродили между диванчиками, балконом и прудом и предлагали разные напитки и закуски. Второй и третий этаж мы видели только с улицы, а между прочим Мэтью проронил, что дом небольшой, всего восемь спален. Мы с мужем кивнули, что согласны. Конечно, маловат. Три жены, уже три спальни. А у каждой дети. И не важно, что они не от Мэтью. Нет, как ни крути, но восемь спален действительно маловато. Да, если кого интересует дальнейшая судьба миллионера, могу сообщить, что Мэтью развелся со своей третьей женой и буквально на днях женился в четвертый раз. Мы даже были приглашены на свадьбу, потому что четвертая жена оказалась русско поданной и мечтала познакомиться с нами, русской парой. На свадьбу мы не попали, так как уехали на родину, но я очень надеюсь, что русская жена сможет навести порядок в безотказной душе Мэтью и вскоре чета переселится в дом, где и одной спальни будет достаточно. Но давайте вернемся к рассказу о самом городе. Присаживайтесь ко мне в автомобиль, и я покажу вам Еханнесбург. Это центр города, Хилбрау. Старые здания, сохранившие облик вековой давности, сочетаются с современными, построенными из стекла, стали и бетона. Я помню, как мы попали сюда впервые. Это был 2001 год. 13 ноября. Восемь часов вечера. Мы три дня как прилетели в Африку, два дня, как купили автомобиль, три часа как сняли на месяц недорогую гостиницу, оставили детей там и поехали в какой-то район по делам. Не помню уж, какие дела это были, и почему их надо было решать в 8 часов вечера, но именно к этому времени мы оказались в самом сердце Еханнесбурга. Нет, конечно же, мы должны были оказаться совсем в другом месте, но оказались в центре города. Произошло это потому, что мне дали карту дорог Еханнесбурга и сказали, раз ты машину водить не умеешь, будешь штурманом. Можете себе представить штурмана, который впервые в жизни видит карту дорог, и понятия не имеет, что означают треугольнички, квадратики, голубые и желтые полосочки, и как вообще с одной страницы попасть на другую. Совсем не странно, что мы оказались черти где. Муж сказал мне помолчи, пожалуйста, и попытался сам выехать из опасного района. Через минут 15 ему надоело вилять, и он остановил машину. Все эти 15 минут я молчала, но не потому, что я послушная жена, а потому что мне было жутко страшно. Почти все стекла в зданиях были выбиты, повсюду валялся мусор, по дорогам летали газеты, улицы перебегали чернокожие, и их было очень много. И впереди машины, и справа, и слева. Они были так близко, что мне казалось, что они сейчас откроют дверцу и скажут. Все, белая леди, вышла вон, покаталась. Сейчас мы тебя будем медленно убивать. Я прижалась к сидению и посмотрела на мужа. Его не было за рулем. За баранку держалось сразу трое героев-мужчин. Сталлоне, Шварценеггер и Ван Дамм. Сталлоне рассматривал в зеркальце свое миловидное лицо. Ван Дамм решил, что сейчас самое время поиграть бицепсами и демонстрировал их мне. А Шварценеггер голосом Терминатора, увидев мой страх, спросил. Астала Виста, детка. Надеюсь, ты в туалет не хочешь? Машину жалко. Но даже эти трое мужчин не смогли избавить меня от страха. Сталлоне, наглядевшись на себя, отобрал у меня карту и стал ее рассматривать. В это время впереди нас остановилась черная BMW. Спустя пару секунд из нее вышли два черных шкафчика буфета и направились в нашу сторону. Я выхватила из рук мужа Сталлоне карту и истерическим голосом приказала уезжать отсюда. Между словами уезжать и отсюда я успела поместить всю свою непутевую жизнь, сказала, что я его очень люблю, что не хочу, чтобы дети остались сиротами и чтобы меня изнасиловали какие-то шоколадные серванты. Муж посмотрел на их огромные габариты, и машина рванула с места. К сожалению, я не догадалась посмотреть, куда направлялись гардеробы из черного дерева. Может, их конечным пунктом были и не мы, вовсе. Год назад, когда я поменяла работу, и офис компании располагался очень близко к центру, мне пришлось еще раз побывать в самом сердце Еханнесбурга. Ничего подобного я уже не увидела. Не было разбитых стекол, улицы были чистыми. Да, по ним ходили люди, и белые, и черные, что очень дико для Южной Африки, но такого жуткого страха, как в первый раз не было. Но вернемся к нашей прогулке. Это старая почта, действующая и поныне. Водруженные на нем часы изготовлены в той же мастерской, что и лондонский Вигген. За почтой находится сад, где стоят 18 бронзовых скульптур. А вот огромное здание центральной библиотеки. Здесь же размещаются музеи истории страны и геологический. Очень интересен и музей изобразительных искусств, где собраны многие произведения Пикассо, Ван Гога, Родена. А как вы относитесь к шоппингу? Если положительно, то мы можем заехать в Сент-Тен-Сити, Сент-Тен-Сити, и потратить все ваши деньги. Это один из самых элитных торговых центров с фонтаном и гостиницей на пятом этаже. Когда мы только приехали в ЮАР, мы поднялись на шикарном лифте на крышу этого здания и целый час рассматривали и любовались просторами Еханнесбурга. Это Росбанк Малл, Росебанк Малл, очень приятное место. Есть дорогие и недорогие магазины, небольшой рынок. Здесь же можно пообедать или поужинать. По вечерам собирается много молодежи. Ориентал Плаза, Ориентал Плаза, Большой Индийский Базар. Здесь продается буквально все, начиная с экзотических ковров и заканчивая редкими специями. Много тканей индийская кухня. М1 Автострада, пересекающая Еханнесбург с севера на юг. Справа по ходу движения, Гринсайд, Грейнсиди и Парктаун. Парктовн, где за кронами деревьев совсем не видно расположенных особняков, за ними вздымается зеленая гряда Вестклиффа, Вестслифф, с виллами уже мультимиллионеров. Слева, строение университета Витватерсранда, Витватерсранд. Улица Луибота, Лауизбатха, соединяет район Александра, Александра, где разрешалось селиться только Чернокожим, с центром Еханнесбурга. По ней сплошным потоком едут микроавтобусы-такси, доставляющие в центр города африканскую рабочую силу. На перекрестках лавируют уличные торговцы, предлагающих газеты, фрукты, овощи, батарейки, пластиковые вешалки, пакеты для мусора, игрушки и тому подобную мелочь. Водители маршрутных такси постоянно используют клаксон. Таким образом, они приветствуют других водителей и показывают, что в их маршрутном такси есть свободное место. И еще водители этих маршруток поднимают вверх пальцы, показывая, сколько именно свободных мест имеется. Так что если вы вдруг увидите, что водитель показывает вам средний палец, не грубите ему в ответ. Он просто предлагает подвезти одного пассажира. Когда мы только приехали в ЮАР, мы этого, конечно, не знали и, видя средний палец водителя маршрутного такси, моему мужу тоже очень хотелось показать ему свой пальчик. Я сдерживала мужа, как могла три дня. Затем, между прочим, проронила нашим новым знакомым, что черное население здесь не очень то и вежливое и рассказала про средний палец водителей маршруток. Они долго надо мной смеялись и объяснили, что, во-первых, это не средний палец, а указательный, а во-вторых, означает он, что в маршрутке есть одно свободное место. А сейчас, я думаю, самое время пообедать. Мы это сделаем вкусно и недорого. Я поведу вас в один из наших любимых ресторанов, Хабар, Харбар, в Битфорд-центре, Битфорд-центре. Я закажу вам килограмм креветок с овощами и рисом. Они подадут их в большой стальной посудине, которая постоянно подогревается, благодаря чему еда всегда горячая. А это очень кстати, потому что мы с вами никуда не спешим и насладимся вкусной едой. И не беспокойтесь, что килограмма креветок вам много. Много креветок не бывает, тем более с такими соусами, как тут подают. Если вы любитель суши, давайте закажем. А мидии в белом соусе, зря очень вкусное блюдо. На десерт мы закажем тирамису, тает во рту. Окрестности Ехонисбурга насчитывают почти 20 районов, каждый из которых имеет собственные деловые центры и специфические черты. В Брейнстене, к примеру, есть уникальный рынок живой природы. В Саксонвалде, музей военной истории. В Эмморенте, ботанические сады. В Брамфонтине, четырехэтажный планетариум. В Парк Вью, водный зоопарк и зоопарк Ехонисбурга. Этот зоопарк занимает площадь 55 гектаров. Лучший в Африке. Здесь на свободном пространстве за водяными рвами гуляют более 600 видов млекопитающих. Собраны полторы тысячи видов птиц и множество рептилий. По выходным дням посетителей по территории возит маленький поезд. В районе, в котором живу я, нет ничего необычного. Он считается самым обыкновенным африканерским районом. От центра это примерно 30 километров. От аэропорта меньше 10. Мне нравится этот район. Рядом с домом есть озеро. Когда у меня наступает очередной дзик похудения, я вечерами бегаю к озеру и обратно. Вообще, жители Южной Африки не бегают и не ходят по улицам. Потому что это опасно. Если только район не закрытый. Нам повезло, район расположен примерно в 10 километрах от черного ближайшего района и в 6 часов, когда маршрутные такси увозят в черные районы всю чернокожую рабочую силу, на прогулку выходят белые жители. Они гуляют с собаками, катаются на велосипеде и просто прогуливаются после трудового дня. Ну что устали. Думаю, самое время отвезти вас в гостиницу. Тем более, что туда ехать 2-3 часа. Там вам понравится. Я в этом даже не сомневаюсь. Если бы у меня спросили, где я хочу провести свою жизнь, я бы сказала, в Сан-Сити. Это не просто солнечный город, это сказка. На территории 150 квадратных метров среди пустынной равнины были созданы искусственные леса, скалы, водопады, гольф-клубы, шикарные отели, бары, рестораны, казино, центр развлечений с концертным залом, детский мини-зоопарк, долина волн с водными горками и аттракционами, бассейнами, озером с искусственной волной и пляжем. Сан-Сити был открыт в 1992 году, строился 28 месяцев и обошелся в 280 миллионов долларов. Все, что есть в этом городке, все самые-самые. Например, бивни слонов сделаны из индонезийского дерева сквара, более тяжелого, чем сама слоновая кость. Они 5,5 метра длины каждый, и весят по 2 тонны. Здесь же самый большой в мире рукотворный водопад – 11,5 метра. Для поддержания постоянного напора воды правительство подвело сюда канал от Валькопского водохранилища 10 миллионов литров воды в день. Специально искали самые крупные ба-бабы, которые только есть в Южной Африке. Они были вывезены сюда и высажены в открытый грунт. Весят они более 75 тонн каждый, а обхват ствола – 6 метров. Семена других растений доставляли сбитая ссылка Мадагаскара из Мозамбика, Австралии, Зимбабве, Скаморских островов. В искусственных джунглях Сан-Сити полтора миллиона растений, 3600 видов, и 70% из них больше нигде не растут. Неподалеку небольшой заповедник – один из 16 национальных парков ЮАР – Пеланисберг. Он уникален тем, что в 1979 году на его территории начал осуществляться проект переселения диких животных из других частей страны. Более 6000 диких зверей было привезено в Пеланисберг, включая большую пятерку, слона, льва, носорога, буйвола и леопарда. Парк раскинулся на территории кратера вулкана, действовавшего более миллиона лет тому назад. Природа заповедника удивительно живописна, причудливой формы скалы, поросшие цветущим кустарником озеро и тянущиеся до горизонта пологие холмы. Это все создает настроение умиротворенности и покоя. Ну вот и ваша гостиница Пелос. Вам обязательно понравится эта роскошь, потому что этот отель, бесспорно, является одним из лучших отелей мира. Его название очень точно передает саму суть – дворец. Он действительно поражает своей фантастической, сказочной роскошью и выглядит как совершенное воплощение мечты. Во внешней архитектуре дворца доминируют высокие башни, фигуры животных, выгравированные в камни и слоновьи бивни. Отель окружает 25 гектаров ботанических джунглей с многочисленными дорожками, каскадами, озерами, бассейнами и более полутора миллионами различных растений, деревьев и кустарников. Во внутреннем дворике отеля находится бронзовая модель самого известного слона Африки, короля Крюгер Парка, шаву, отлитая в его натуральную величину. Внутри отель поражает еще больше. Когда вы попадете в его огромный холл с высокими потолками, то действительно окажитесь во дворце. Инкрустированное дерево, дорогие восточные ковры, пальмы, фрески, фарфор, резная мебель – все очень дорогое и очень изысканное. В ресторанах – серебряные приборы, картины известных современных мастеров. Вся мебель в номерах, ручной работы, даже двери и ручки выполнены вручную. Полы устланы дорогими коврами, сотканными по специальным заказам. Ну что, вам нравится? Еще бы! Ну тогда отдыхайте, увидимся! Завтра мы с вами заглянем в историю города, увидим, как выглядели эти места в первые годы золотой лихорадки. Гол 3 в Сити – город золотой скалы, своеобразный музей под открытым небом, созданный на территории некогда крупнейшей в мире золотой шахты Корона. Мы спустимся в подземные штольни, заглянем в специально воспроизведенные жилища шахтеров и горных инженеров, увидим ни на что не похожие шахтерские пляски, симбиоз традиционных танцев чернокожих африканцев и движений шахтеров во время работы под землей. Атмосфера старого мира сохраняется благодаря 16 современным музеям. Мы посетим старинный монетный двор, кутузку, ночлежку, лавочки и таверны. А если вы любитель американских горок или других острых ощущений, я проведу вас в парк аттракционов. Только вот радости прилива адреналина разделить с вами не смогу. У меня адреналина и так достаточно. Муж и двое детей ежедневно делают вливание. Если вы не устанете, то можно будет посетить пещеры Стеркфонтийн, Стеркфонтийн Цевис. Это шесть подземных залов на глубине более 40 метров. В одной из пещер был обнаружен череп первобытной женщины, жившей более двух миллионов лет назад. В глубине одного из гротов прячется озеро, воду которого местные племена считают чудодейственной и используют в лечебных целях. Южноафриканские пещеры – это собрание чудес. Одни – со следами человека каменного века. Другие – с геологическими чудесами. Ну и напоследок мы поедем в деревню Лиссиди, в горах Моголесберга, Моголесберг. В этой деревеньке проживают местные жители, сохранившие богатые культурные традиции. Это, пожалуй, единственная возможность для туриста за короткое время получить хотя бы общее представление о культуре африканских народов, их бытия и ментальности. А какой вас ждет обед? Вы пробовали мясо крокодила? Самое время. Да, если вы любитель мяса, мы с вами обязательно должны побывать в ресторане, который называется «Карнивор», в переводе с английского «Хищник». Ресторан большой, посредине находится большая жаровня, где на огромных шампурах вы попробуете запеченное на костре мясо всевозможной африканской дичи. Ресторан очень популярный среди туристов. Нам ничего заказывать не придется, у них комплексные обеды. Сначала нам подадут суп. Или фасолевый, или суп-пюре из кабачка, или суп с авокадо. К супу – вкусный хлеб и салат с соусами на крутящемся подносе. Ну что, вы готовы? Сейчас подойдет официант и объяснит правило. Вот вам флажок. Пока флаг стоит на столе, мы предлагаем вам мясо. Как вы поймете, что сыты, положите флажок на стол. Как вы думаете, мы продержимся хотя бы час? Вот и проверим. Официанты начинают носить мясо на больших шампурах и по кусочку отрезать в вашу тарелку. Так, что же это? Куду? Да, неплохо, спасибо. А это что? Антилопа? Жестковатая. А это? Зебра. Жираф. Страус. Носорог. Куду? Стоп, мясо куду мы уже пробовали. А, это другой вид. А это? Крокодил. Сочное. На мясо курицы похоже. А это? Нет, простите, я больше не могу. А вы? К провинции Гаутинг, кроме Еханнесбурга, относится и город Притория. Этот город – столица Южноафриканской республики. Одна из трех. Да, одной из особенностей Южноафриканской республики является то, что в отличие от других мировых государств ЮАР имеет три столицы. Притория – административная столица страны, местонахождение правительства. Киптаун – законодательная столица, двухпалатный парламент, Блюмфантин – Верховный суд. Местные жители даже шутят, говоря, что где бы ты ни находился, ты находишься в столице. В Притории проживают около миллиона человек и это единственный город в ЮАР, в котором белое население составляет большинство. Я живу в Еханнесбурге, а работаю в Притории. 60 километров в одну страну, 60 в другую. Утомительно бывает только когда случается, что стою в трафике. А если пробок нет, получаю удовольствие от вождения. Хорошая машина, отличные дороги, любимая музыка. 40 минут, и я на месте. Температура воздуха примерно на 2 градуса выше, чем в Еханнесбурге. Историю город ведет с 1837 года, когда африканер Андреис Приториус построил в тех местах свою ферму. Ему было около 40, когда имя его стало греметь по всей Южной Африке. Никому неизвестный командир, отличившийся в походах против вождян Дибелем Зеликази, стал основателем первого независимого бурского государства. В честь него-то и назван этот город Приторией. Но это произойдет позже. А тогда он противостоял с несколькими десятками стрелков 12 тысячам зулузских воинов. Их, буров, спасли фургоны, поставленные на попа вокруг повозки. Они стали непреодолимой баррикадой для атаковавших их зулусов. 3000 человек потерял в той битве Динган, брат Чаки, а потери Приториуса составили трое раненых. Правда, буры были вооружены винтовками, а чернокожие воины защищали свою землю лишь с копьями, осигаями и луками. С тех пор река Инкоми, протекающая к югу от Притории, стала называться Блат-Ривер, кровавый. А этот эпизод южноафриканской истории вошел во все учебники как высший взлет бурского самоутверждения как нации. А потом был большой трек, поход, на север вслед за отступавшими зулузскими отрядами и бегущим в панике вождем. И было 14 февраля 1840 года, когда в бурском лагере на Блат-Риверсалют из 21 пушки провозгласили создание первой бурской независимой республики. Маленький городок, превратившийся потом в столицу битая ссылка ЮАР, конечно, не был похож на сегодняшнюю Приторию. Можно сказать, что он вырос прямо из укрепленного лагеря на колесах, символа африканерства. А старый колониальный центр, уже дань английской градостроительной моде разных эпох, поскольку дальнейшая история Южной Африки во многом шла по указке из Лондона. Но дух бур Андриса Приториуса жив здесь, несмотря на полтора столетия британского губернаторства, а 16 декабря, день военного триумфа Приториуса, по-прежнему остается национальным праздником при любой власти. Этот город еще называют городом Джакаранды. Потрясающие красоты дерева. Оно цветет в октябре-ноябре. Определенно не могу назвать каким цветом. Нежно-лиловыми цветочками, или сиреневыми, или сине-фиолетовыми. Улицы, которые засажены только этими деревьями, невозможно проехать, чтобы не остановиться. А когда Джакаранда начинает осыпаться, в конце ноября, на земле появляется ковер из этих цветов. К местам, которые просто необходимо увидеть, относится шахта Алмаз Куллинан, Цуллина Диамонт Мини, где был найден самый крупный алмаз в мире, Куллиан. Алмаз назван так по имени одного из владельцев рудника премьер Томаса Куллинана. Этот бриллиант правительство Трансвайля подарило английскому королю Эдуарду 7 в день его рождения. Из-за необычайной величины и одного черного включения камень пришлось расколоть. Обрабатывать Куллинан было доверено лучшему гранильщику Европы Иозефу Аскеру, работавшему в знаменитой голландской фирме и краткой Ашерико. Он умел, как говорят шлифовальщики, открыть камень. Для этого требовалось найти на поверхности алмаза точку, пришлифовав которую можно заглянуть внутрь алмаза и определить направление одного единственного удара, позволяющего расчленить камень по уже имеющимся трещинам и освободиться от посторонних включений в нем. В самом крупном алмазе Куллинан имелись трещины, поэтому из него нельзя было изготовить один гигантский бриллиант. Несколько месяцев изучал Иозеф Аскер уникальный алмаз Куллинан, прежде чем сделал на нем еле заметную царапину. После этого в присутствии нескольких знаменитых ювелиров, среди торжественной тишины Аскер приставил к царапине на алмазе стамеску, ударил по ней молотком и потерял сознание. Но расчет оказался правильным. Придя в сознание, Аскер еще несколько раз повторил эту операцию на возникших от первого удара осколках алмаза, получив в итоге два очень крупных монолитных блока, семь средних и около сотни мелких кусочков чистейшей воды голубовато-белого цвета. Из него было сделано 105 бриллиантов, в том числе «Звезда Африки» и Куллина-2, которые вставлены в королевские скипетры корону Великобритании. На огранку кусков алмаза Куллинан ушло целых два года. Чуть позже в Париже по этому поводу был дан грандиозный банкет. В получасе езды от Притории располагается музей сельского хозяйства. Это не просто выставка экспонатов, у музея есть еще несколько функций. В частности, там можно попробовать и мампейр, мампейр – фруктовую водку, которую во время сухого закона в больших количествах выгоняли фермеры. Мампейр – культовый напиток буров, примерно как виски для шотландцев, в честь него даже проводится ежегодный фестиваль. Если проехать чуть дальше, то можно достичь знаменитых трансвайльских виноградников. Там производят все наиболее известные в мире вина. Но самые вкусные вина, по моему мнению, производят в Кейптауне. Мы с вами обязательно там побываем. Провинция Свободное Государство, Фриестате, совсем недавно она называлась Оранжевой. В конце 19 века на бескрайней равнине, унылое однообразие которой нарушали лишь невысокие холмы и сопки, сглаженные постоянно дующими в этих местах ветрами, обосновался фермер. Место, на котором стояла ферма, было названо битая ссылка Блумфонтейн, Блаймфонтейн, что в переводе означает «цветущий источник». Главная достопримечательность Блумфонтейна – битая ссылка Национальный музей. Он пользуется известностью у ученых всего мира. Здесь хранятся эмбрион слона весом 11 грамм, метеорит в 50 килограмм и другие редкости. Из других городов провинции, пожалуй, наиболее интересна битая ссылка Фитцбург – Фитцбург. Его часто называют царством Черешня. В сентябре здесь цветут многочисленные сады, а в ноябре даже проходит праздник Черешня. Городские сады знамениты тем, что саженцы для них были привезены с острова Святой Елены. Миссионеры срезали ветви с черешневых деревьев, растущих у могилы императора Наполеона, и посадили их в самом центре Оранжевого Свободного Государства. К сожалению, мы еще не бывали на этом празднике, но обязательно поедем в этом году. Очень хочется накушаться черешня, потому что в магазинах она бывает очень редко и очень дорого стоит. А вот вишни здесь нет. Совсем. Южноафриканцы даже не знают, что это такое. Есть в этой провинции и битая ссылка Центр горнолыжного спорта Тиффиндил, Тиффиндил. Лыжный спуск протяженностью 300 метров проходит по склону горы Бен Магдуи, Бен Мацтхуи, высотой 3000 метров. Это единственное место к югу от Сахары, где имеется свой подъемник и снежная пушка. Мы ездим туда в июне-августе, когда горы покрываются снегом. Провинция Квазулу-Наталь, Квазулу-Натал, провинция Квазулу-Наталь расположена на юго-восточном побережье Южной Африки. Бескрайние песчаные пляжи вечно теплого Индийского океана соседствуют с зелеными холмами Зулулэнда и величественными драконовыми горами. Здесь находится королевство воинственных, в прошлом, Зулусов, город Дурбан, называемый вторым Бомбеем из-за значительного размера индусской диаспоры, реликтовое озеро Санта-Лючия, внесенное ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Здесь очень много красивейших мест, а также, солнце здесь светит круглый год. Провинция Квазулу-Наталь наиболее популярна среди внутренних туристов. Каждый год сюда приезжают около 8 миллионов южноафриканцев. Мы стараемся побывать на берегу Индийского океана не реже двух раз в году. С вечера мы собираем вещи, зонтик от солнца, дюжину полотенец и выезжаем рано утром, в 4-5 часов. Первые три часа пролетают как минута. Дети на заднем сиденье досматривают свои сны, а мы с мужем болтаем, слушаем музыку и предвкушаем недельный отдых. Проехав 300 километров, то есть ровно половину пути за 2,5 часа, мы останавливаемся в ближайшем ресторанчике и завтракаем. Особенно ощущается изменение климата с мая по октябрь. В Йеханнисбурге в 6 утра прохладно, а проехав 300 километров, чувствуется влажный, теплый воздух. Осталось еще 300 километров. Дети смотрят какой-нибудь мультик или фильм на лэптопе, а мы с мужем любуемся ландшафтами. У каждого южноафриканца есть свое любимое место на берегу Индийского океана. Это может быть Умшланга, всего 20 километров от Дурбана. Умдлати – около 30 километров. Маргейт – 100 километров. Этих городков много. Наше любимое место – городок Баллита, около 60 километров от Дурбана. Мы заранее по телефону снимаем домик на берегу океана, оплачиваем по кредитной карте и по приезду получаем ключи в офисе компании, которая предоставила нам эти услуги. В Баллита таких компаний немного – 5-6. На сайте любой этой фирмы можно посмотреть фотографии домов или квартир, узнать стоимость, и по телефону арендовать домик. Я расскажу вам, как мы первый раз приехали отдыхать на берег Индийского океана. Это было в 2002 году. Наши знакомые посоветовали ехать в Баллита. Мы приехали, увидели вывеску компании, которая сдает квартиры и дома, зашли. «Здравствуйте! Нам нужна квартира или дом с видом на океан? Нас двое взрослых и двое детей. Все понятно?» «Вот, смотрите, протягивают альбомчик. Нам надо недорогое, с видом океан. На ваш вкус!» «Вот этот домик стоит 300 рандов, 50 баксов, в день. Мы с мужем переглянулись и кивнули. «Хорошо, нам нравится. Тогда платите деньги. Я принесу вам ключи. Вам нужен наш паспорт?» Спросил муж. «Нет, мы заплатили деньги. Нам выдали ключи и объяснили, как проехать. Приезжаем. Полностью фаршированный двухэтажный дом. Бассейн, два телевизора, микроволновка, тостер, посуда, удобная мебель, чистое белье. Как оказалось позже еще и прислуга, приходящая каждый день кроме воскресенья. Мы зашли, смотрим друг на друга и не можем поверить, что нам просто выдали ключи, не сделали даже копию паспортов, не выдали список того, что в этом доме есть и что должно быть после того, как мы его покинем. Вот знаете, правда, при таком отношении, даже и мысли не было что-то украсть. Да и мебель и посуда хоть и не наша была, но мы очень старались ничего не побить и не поцарапать. За семь лет, которые мы находимся в ЮАР, мы арендовали более 20 домов. В последнее время, уже больше года, мы арендуем один и тот же трехэтажный дом в жилом комплексе. Всего таких домиков 16. Комплекс охраняемый и находится рядом с пляжем. Бассейн и теннисный корт, множество красивых растений, шум океана и шикарный вид из главной спальни и обеденной комнаты, веранда, где по утрам гуляют обезьяны, это именно тот отдых, который нам очень нравится. В доме имеется вся необходимая техника и посуда. Единственный минус такого отдыха, он быстро заканчивается. Сколько бы мы там ни находились, нам всегда мало. Утром мы завтракаем на веранде, подкармливаем обезьян бананами и идем на пляж. На пляже мы до трех часов, не дольше, потому, что к четырем часам солнце уже заходит за горизонт. Зимой еще раньше, в два уже можно уходить с пляжа. Мы принимаем душ, одеваемся и идем в ресторан. Больше всего нам нравится итальянский ресторан Пискатор, рыбак по-нашему. Там можно попробовать вкусную пасту, макароны, с белым винным соусом, пиццу, вкусный итальянский хлеб с перцем и маслинами, креветки, рыбу, свиные ребра, мясо под различными соусами. Хозяин ресторана пожилой итальянец. Он сам лично приветствует каждого посетителя и рассказывает о блюдах, которые на сегодняшний день являются самыми популярными. Весь свой рассказ он активно жестикулирует руками, пытаясь показать, как выглядит это блюдо. Выглядит этот рассказ довольно забавно. Креветки у него как минимум метровые, а рыба толстопузая и пучеглазая. Большая проблема всех купальщиков – это акулы и большие волны. Все пляжи имеют сеть, натянутую вдоль берега. Говорят, что акула сквозь нее проскочит вряд ли, но иногда такое случается. Но если таковой сетки нет, лучше не купаться. Как-то вечером мы ходили на пляж прогуляться и подошли к рыбакам. Один из них поймал акулу. Всего 14 килограмм, но зубки у нее уже были как у взрослой. Так что лучше купаться в специально отведенных местах. Да и волны совсем не похожи на волны Черного моря. Их сила такова, что иногда выбраться на берег очень сложно. Однажды мне пришлось несколько минут прикладывать всю силу, и хорошо, что спасатели на пляже смотрят во все глаза. Один из них сразу кинулся меня спасать и могу сказать ему только больше спасибо. Иначе бы вы не читали эту книгу. Когда погода дождливая и на пляже делать нечего мы садимся в машину и едем в Дурбон. Дурбон, второй по величине, после Киптауна, морской порт Юар, делится на две части. Старый город со старинными зданиями, индийским кварталом, торговыми центрами и ресторанами, и новый, с набережной, застроенной многоэтажными отелями из стекла и бетона. Истинное наслаждение, прогулка по знаменитой 6-километровой набережной Золотая Миля. Помимо множества ресторанов, баров, магазинов, здесь находится огромный центр водных аттракционов, парк змей, музей, аквариум и прекрасный дельфинарий. Дурбон поражает своим восточным колоритом. Он пропитан запахом пряности и наполнен звуками призывов муэдзинов, несущихся более чем с 400 минаретов дурбанских мечетей. На весь мир знаменит дурбанский восточный базар, где обосновались торговцы товарами из арабских стран Индии. В этом городе большинство населения заселено индусами. Их привезли с Индии как раб силу. Если в Йеханнесбурге на кассах в супермаркетах сидят чернокожие, то в Дурбоне и его пригороде индусы. В центре города интересно посмотреть битая ссылка церковь святого Павла, СТ Паулес Чурч. Она является первой англиканской церковью в провинции Эквазолу-Наталь. Правда, первое здание церкви сгорело при пожаре в начале 19 века и было полностью перестроено. Можно пройтись по индийскому кварталу и окунуться в атмосферу Востока, увидеть величественную мечеть Джамма Масбжит, самую большую в южном полушарии, поторговаться на Восточном базаре. А как вы относитесь к острым ощущениям? Тогда для вас – парк рептилий Фитсимонс. На расстоянии вытянутой руки находятся различные виды змей, скорпионы и пауки. Из Дурбана или Петермарецбурга можно отправиться в Драконовые горы. Массив битая ссылка Драконовых гор, Дракенсберг, представляет собой фантастическую базальтовую стену, возраст которой превышает 140 миллионов лет. По преданиям местных племен, на вершинах Драконовых гор обитало загадочное чудовище. Большая часть горных районов занята национальными парками, из которых наиболее захватывающим считается Национальный парк Рояль-Наталь. Южная граница парка сформирована так называемым амфитеатром, протянувшимся на 8 километров утесом, который имеет совершенно фантастический вид. Поблизости расположен и знаменитый водопад Тугела из пяти каскадов. Мы были в Драконсберге только один раз. Вряд ли поедим еще. Там замечательный воздух. Чистый, глубокий. Мы отлично покатались на лошадях, совершили прогулки в горы. Но в целом, трехдневное путешествие оказалось скучноватым. Недалеко от восточного побережья находится городок Санта-Лючия, Санта-Луция, с одноименным озером Битая Сылка. Спасшийся после кораблекрушения португальский моряк Мануэл Перестелу добрался до озера и назвал его этим красивым именем. Сейчас территория вокруг Санта-Лючия является одновременно парком и центром развлечений. Озеро Санта-Лючия глубиной, не более полтора метра и длиной 85 километров, находится под охраной ЮНЕСКО и включает в себя пять различных экосистем. В озере в естественной среде живут более тысячи бегемотов и несколько тысяч крокодилов. Берега озера – сплошные заповедные субтропические леса с множеством диких животных и птиц. В Санта-Лючии рассказывают про поверье. Адам и Ева, как всем нам известно, согрешили в раю, после этого они пришли к Богу с повинной, и Он их изгнал из рая на землю. Потом образовалось человечество, ну, дальше вы знаете. Но сам Бог очень пожалел об этом, Он скучал по людям и готов был их принять назад, и только Его гордость не дала этого сделать. И тогда Он сказал так. Я создам рай на земле и назову его Санта-Лючия. Как бы ни согрешили люди в этом райском месте, им все будет прощено. А все хорошее будет трижды благословимо. Тут действительно райское место. В этом местечке мы побывали год назад. Единственный минус – это дорога из Еханнесбурга до Санта-Лючии. Можно было поехать до Дурбана и там подняться на север в Санта-Лючию. Но это получалось лишних 200 километров. Мы решили сократить путь и поехали другой дорогой, через северную магистраль, по Н-2. Дорога была не идеальной. Скажем, не такой, как мы привыкли. И добирались мы от Еханнесбурга до Санта-Лючии примерно 600 километров, 8 часов. В Санта-Лючии всего одна главная дорога, на которой находятся все рестораны и гостиницы. Мы заранее заказали небольшой домик в комплексе. К сожалению, на картинке в интернете он оказался более большим и уютным, чем на самом деле. Две миленькие комнатки, как два вагончика. В одной комнате встроенная кухонька с микроволновой печью и небольшим холодильником, и двуспальная кровать. В другой, две одноместные кровати. В комплексе предлагают завтрак у бассейна. Завтрак неплохой, шведский стол. Яйца, бекон, колбаски, овощи, фруктовый салат, круассены, кексы, тосты с джемом и сливочным маслом, соки, чай, кофе. Это самый обыкновенный, стандартный завтрак в гостиницах такого типа. Первый день был дождливым, поэтому мы решили посвятить его достопримечательностям и отправились на экскурсию по озеру. Озеру более пяти миллионов лет и еще несколько лет назад оно сливалось с водами Индийского океана, но песчаная буря образовала перемычку метров в 200 и все обитатели озера зажили новой жизнью. Бегемоты и крокодилы – основные жители Санта-Лючия. Куда не кинь взгляд, острова с крокодилами и семейство бегемотов. На экскурсии, которую нам предложили, три часа, не останавливаясь, рассказывали о животных и птицах. Вот, например, что я помню о бегемотах. Вес среднего самца 3 тонны, длина тела – 4 метра, пасть открывается челюстями более чем на метр, каждая. Плавают и ныряют бегемоты превосходно и могут оставаться под водой 4-5 минут. На суше бегемот кажется несколько неуклюжим и неповоротливым. Это, однако, не мешает животным совершать иногда длительные переходы. Бегемоты – животные общественные. Обычно семья бегемотов состоит из 10-20 самок с подрастающими детенышами и старого самца и занимает строго определенный участок побережья. Отдельно небольшими сообществами держатся неполовозрелые животные. Наконец, в одиночку живут взрослые самцы, не имеющие гаремов. Между такими самцами часты драки за территорию, которые, хотя и начинаются с определенного ритуала, заканчиваются без соблюдения спортивных правил. Драки бегемотов – страшные зрелища. Животные наносят друг другу клыками глубокие, обильно кровоточащие раны, причем побежденного соперника и при бегстве преследуют жестокие укусы. Иногда драка длится до двух часов и нередко заканчивается смертью одного из бойцов. Чаще, однако, дело ограничивается угрозами. Один из соперников пытается запугать другого, высоко высовывается из воды с широко разинутой пастью, а потом шумно ныряет навстречу врагу. Однако под водой он описывает дугу и устремляется в противоположном направлении. Пищу бегемотов составляет околоводная и наземная растительность. Жизнь бегемотов подчинена строгому суточному ритму. Светлые часы суток они проводят в воде, где спят на отмелих и косах, а вскоре после захода солнца отправляются на кормежку и возвращаются в водоем перед самым рассветом. Перед спаривания наступает дважды в год, в феврале и августе, т.е. в конце каждого сухого периода. Именно в августе мы и были в Санта-Лючи и даже стали свидетелями спаривания. Зрелище немного жутковатое, но нам его скрасила пара русских туристов-пенсионеров. Само спаривание происходит на мелководье. Бегемот запрыгивает на бегемотиху, погружая ее своим весом под воду, и издает дикие крики рычания. При зачатии самка находится почти полностью под водой и лишь иногда выныривает, чтобы набрать воздух. Одна русская пара пенсионеров, с которыми нам выпала честь познакомиться, были в Африке много раз, но вот спаривание бегемотов Анне Самуиловне пришлось повидать впервые. Она очень переживала за бегемотиху, ходила взад-вперед по палубе и возмущалась поведению бегемота. Муж Анны Самуиловны, Иммануил Исаакович, вел себя очень сдержанно, но успокаивал свою супругу тем, что гладил ее плечи и приговаривал «все будет хорошо». Но Анна Самуиловна не верила мужу, и когда бегемот в очередной раз запрыгнул на свою спутницу, Анна Самуиловна не выдержала и попросила своего супруга. «Ну, Иммануил, ну что же ты стоишь? Ну, сделай хоть что-нибудь. Он же утопит ее». Иммануил только улыбнулся нам, а супруге опять пообещал «все будет хорошо». Уверена, что все действительно обошлось и по истечению 240 дней, как это обычно происходит у бегемотов. Эта госпожа самка родила маленького детеныша. Новорожденный бегемотик имеет массу около 50 килограмм и уже через день может самостоятельно сопровождать мать. Это важно, так как кормление потомства битая ссылка молоком проводится под водой, а также потому, что детеныш должен следовать за матерью во время ночного выхода на сушу. Самка в это время собственным телом ограждает детеныша от соплеменников, особенно старых самцов, которые в толкотне легко могут затоптать малыша. Однако, несмотря на тщательную опеку, молодые бегемоты часто становятся жертвой львов, леопардов, гиеновых собак и гиен. Но в нашем случае я надеюсь, что бегемотик, который был зачат на наших глазах, жив, здоров и в меру упитан. Крокодилы поразили нас своей неподвижностью и ленью. Один из них мирно отдыхал на меленьком островке. Наш теплоходик подплыл к этому острову и уперся носом. Крокодил даже не шелохнулся. Если бы я знала, что крокодил не опасный, я бы смогла дотянуться и погладить его, как щенка. Про крокодилов нам тоже рассказали много интересного. Слово крокодил, греческое. Родилось оно из слов крока, что по-гречески означает камень, и дела, червь. В общем, каменный червь. Греки, видимо, не очень хорошо представляли себе крокодилов. Их образ жизни и места обитания. В Греции, как известно, крокодилы не водятся. Путешественники же, возможно, видели издали греющихся где-нибудь на каменных россыпях этих животных и решили, что живут они именно на камнях. Издали длинные, вытянутые туловища крокодилов действительно отдаленно напоминают каких-то гигантских червей. Так, возможно, и появилось название крокодил. Крокодилы кажутся неуклюжими и коротконогими, не способными быстро двигаться по суше. Но впечатление обманчиво, они выпрямляют ноги, поднимают тело сравнительно высоко над землей и бегут довольно проворно, каким-то особым стилем, эдаким своеобразным крокодильем-галопом. А развивать скорость они могут до 12 км в час. Средняя скорость человека – 5 км в час, бегущего человека – 8. Представляете себе, как быстро надо бежать, чтобы крокодил не догнал? Внешность крокодилов очень характерная. Более или менее вытянутая морда, хвост обычно длиннее туловища, острые, довольно ровные зубы, которые меняются у него всю жизнь, и правильной формы роговые щитки, покрывающие тело, хвост и ноги. Внутренние строения их довольно сложные и, что самое интересное, они умеют разговаривать. Голос одного крокодила можно принять за отдаленный гром. Но когда монолог превратится в диалог, то этот грохот станет буквально сотрясать озеро. Это обычно происходит весной. Переговариваясь, самец может договориться с самкой, живущей на его территории и, возможно, через какое-то время на берегу водоема или на каком-нибудь островке вырастет удивительное сооружение, довольно высокий холмик из травы, водорослей и прочего растительного материала. Соорудит его самка. Когда холм будет, по ее мнению, готов, она еще раз внимательно изучит свое творение, потом сделает в нем ямку и отложит туда яйца, обычно их от 20 до 60. Затем закроет отверстие травой, выровняет и даже немного утрамбует это место. И начинается для самки самое трудное. Сторожить свое сокровище. Сторожить не день, не два, а 60-70 дней, столько, сколько надо, чтобы из яиц появились крошечные крокодильчики. Все это время она почти не спит, ничего не ест, отойти нельзя, а еды рядом нет. Лишь иногда она позволяет себе отойти в тень, но так, чтобы не потерять из виду своих деток, или залезть на короткое время в воду. Но она сделает это лишь в том случае, если из воды будет видно гнездо. Если очень жарко, самка, окунувшись, быстро подходит к куче травы и останавливается над ней так, чтобы капли стекали на траву, увлажняя ее. Забота мамаши не исчерпывается присмотром. У всех детишек имеется так называемый яйцевой зуб, отросток на кончике мордочки, которым они разрывают скорлупу. Но, видимо, селенок у малышей не хватает или просто они на себя не надеются. Во всяком случае, прежде чем появиться на свет, крокодильчики издают жалобные квакающие звуки, и мамаша немедленно спешит им на помощь. Достаточно сказать, что, несмотря на тщательную охрану гнезда, большая часть яиц в нем все-таки погибает. Появившиеся на свет молодые крокодильчики тоже гибнут в большом количестве. Лишь 5% доживает до зрелого возраста. Крокодильчиков уничтожают и хищники, и вораны, и сами же сородичи, крокодилы. И это при том, что мамаша продолжает охранять потомство и в воде. И не месяц-два, а полтора года держит самка детенышей при себе, предоставив им свою яму. Впрочем, маленькие они только первое время. Крокодилы вырастают быстро и растут всю жизнь. Только после 20 лет их рост сильно замедляется. К году полутора они уже достигают метровой длины. Теперь уж никто, кроме человека, им не страшен, и они отправляются искать еще необжитые места. Любой крупный крокодил как на берегу, как и в воде опасен для человека. Эти животные не обязательно нападают, но очень проворны. В Санта-Лючие каждый год случаются такие происшествия. Но почти всегда в этом виноват сам человек, а не крокодил. По всей территории озера висят большие щиты, на которых написано «Осторожно, крокодилы». Но люди, к сожалению, не хотят верить надписям и оправляются купаться или ловить рыбу в одиночку. Например, последний случай был именно таким. Рыбак пришел половить рыбку, закинул удила и уснул. Больше он не проснулся. Так как с погодой нам не везло, моросил мелкий, но теплый дождик. Мы надели балоньевые куртки, чтоб не промокнуть и после прогулки по озеру отправились погулять к пляжу. Шли к океану по деревянному мостику. Мостик широкий и довольно длинный, километра два точно. Повсюду висели предупредительные знаки с крокодильной рожицей и надпись «Осторожно, крокодилы». Думать о своей жизни – это личное дело каждого. Это мы уже поняли. Вода в океане оказалась теплей, чем температура воздуха и мы провели в воде более часа, игрались с волнами. Вечером мы отправились поужинать в греческий ресторан. Мужу еда не понравилась. Он заказал себе рыбу, которую пересушили на огне и улитки, которые пахли илом. Что кушал, что радиослушал, сказал он, но заказывать что-либо еще не рискнул. Дети очень устали, и сразу после ужина улеглись спать, а нам с мужем хотелось приключений. Дождик идти перестал, на небе появилось множество звездочек, суливших нам на завтра хорошую погоду, и мы отправились погулять по ночному городку. Сразу же наше внимание привлекла вывеска «Ночной клуб». Выглядел клуб как обыкновенный дом, только ворота были настежь открыты. Мы зашли. Нас сразу встретил хозяин клуба и сделал маленькую экскурсию по дому. Здесь бар, здесь столики и посуда, вот там стоит брайница, шашлычница, где можно пожарить мясо, а вот там можно поиграть в настольный теннис. Он удалился, мы с мужем огляделись. За столиками сидели молодые люди, пили пиво и коктейли, ели мясо. А что, совсем неплохо, сказал муж. Ибрай, кстати. Мы подошли к брайнице, но никого возле нее не нашли. К нам подошел какой-то парень и объяснил. Тут, за поворотом, есть мясной магазин. Идите и купите себе то, чего хочется и тут, на огне, приготовьте. Специи не покупайте, здесь есть. Мы так и сделали. Зашли в мясной магазин и купили бараньи чопсы, косточка с мясной вырезкой и две куриные ножки. Вернулись в клуб, приготовили мясо, сели за столик, предварительно купив в баре пиво, и насладились вкусной едой. К нам за столик присаживались люди, разговаривали и рассказывали, что еще можно посмотреть в Санта-Лючье. На десерт мы поиграли с мужем в настольный теннис и довольные и сытые возвратились в отель. На следующий день мы отправились в заповедник Кейп-Вайдл и оказались в очереди. Через шлагбаум ежедневно пропускают в заповедник не более двухсот машин. А что же делать, спросите вы, если ваш автомобиль оказался 201? Ответ очень прост, стоять и ждать пока один автомобиль выйдет из заповедника. Мы оказались примерно 220-ми и ждали, чтобы проехать, примерно полчаса. Мы заплатили за въезд деньги и 32 километра ехали по грунтовой дороге по направлению к дюнам. Нам выдали при въезде брошюрку, где были нарисованы звери, которые проживают в этом заповеднике, но по дороге туда мы никого не встретили. Было жарко и звери видимо прятались в более прохладных местах. Еще мы узнали, что в Санта-Лючие проживают более 500 видов птиц, в том числе белые аисты, пчелы и волги, скопы, орланы-белохвосты и кроншнипы. Разнообразен и мир рептилий, есть змеи, среди которых довольно опасные африканская гадюка, кобра, древесная змея и мамб. На место мы прибыли примерно через час. Песок на пляже был совсем другой, белее и крупнее. Вокруг было много лагерей с большими палатками, столиками и стульями. У многих автомобилей на прицепе были небольшие яхты и парусники. Океан здесь более спокойный, чем в Баллита. Из-за волнореза, об которой разбиваются волны. Здесь можно заняться дайвингом, наблюдая за разнообразием подводного мира, креветками, крабами, морскими змеями, анимонами, пестрыми тропическими рыбами, которые резвятся среди разноцветных коралловых садов. Но мы небольшие любители подводного мира. Поэтому мы просто загорали и долго гуляли по пляжу. В Баллита такое невозможно. Пляжи между собой огорожены огромными скалами. А здесь мы прошли около трех километров в одну сторону и столько же обратно. Нам рассказали, что в брачный сезон здесь можно увидеть горбатых китов, заплывающих в эти воды из Мозамбика. Целые стаи китовых акул и дельфинов. На побережье даже предусмотрены смотровые площадки для наблюдения за морскими животными и просто отдыха во время поездок по Кейп Вайдл. Ресторанчиков, к сожалению, не оказалось, и мы довольствовались чипсами и шоколадками из единственного магазинчика. В пять часов мы стали собираться в обратный путь. Ехали очень медленно и повидали множество животных. Некоторые из них даже перебегали нам дорогу. Антилопы и Спрингбаки. А почти в самом конце пути нам удалось повидать носорогов. Они прогуливались по заповеднику всей семьей. Мама, папа и четверо подростков. Шли они медленно, около получаса. К этому времени за нами уже остановилось немало автомобилей, чтобы тоже поглазеть на животных. Чтобы пройти на другой участок заповедника им надо было перейти дорогу. Я думала, что автомобили их спугнут, но они даже не обратили на них внимания. Еще в Санта-Лючи можно порыбачить на катере. На главной дороге находится много фирм, которые предоставляют эти услуги. Мы тоже решили порыбачить, но, к сожалению, не знали о том, что на это надо было записываться заранее, или хотя бы сразу по приезду. Совсем неподалеку от Санта-Лючи есть золотой пляж Садванабей, Садванабай. Любители рыбной ловли и подводной охоты знают, что именно здесь были пойманы самые крупные в Южной Африке экземпляры рыб. А ловят здесь мерланов, акул и тунцов. Пойманную рыбу можно хранить в специальном холодильнике. Лучшим временем для ловли считается период с ноября по июнь. Кроме того, здесь можно прогуляться по бескрайним песчаным пляжам и дюнам. Но, прежде всего, Садванабей известен как центр подводного плавания. Здесь находятся самые южные на планете коралловые рифы. В летние и весенние месяцы, с января по апрель, здесь встречаются тигровые и китовые акулы. Зимние, тропические рыбы, разные виды кораллов. Коралловые рифы Садванабей расположены параллельно берегу на расстоянии 2, 5, 7 и 9 миль от берега, они так и называются мильные рифы. Здесь обитает более полторы тысячи разновидностей рыб, видимость идеальна, и температура воды не опускается ниже 20 градусов. 5 миль риф, максимальная глубина 5 мильного рифа не более 24 метров. Мы, как новички, попробовали именно этот риф и еще 7 миль риф. Второй оказался намного разнообразней, и со склона была идеальная видимость. Кроме того, нам повстречались манты, скаты и черепахи. Он разделен на три части. Северную стену, амфитеатр и грибную скалу. 9 миль риф считается самым интересным из всех. Максимальная глубина 21 метр. Но он отдален от берега и не так посещаем. Нам просто не хватило времени на этот риф. Говорят, что там есть удивительный природный феномен, зеленое дерево, огромный коралловый нарост высотой в 2,5 метра. Неподалеку от Дурбана, в городе Битая Сылка Олунди, расположена резиденция нынешнего короля Зулуса в Гудвилл-Лазвилетине. Мы побывали там года три назад. На прием к королю мы, конечно, не попали, но зато посмотрели, хотя бы со стороны, как живут традиционные африканские правители. Это было очень интересно. Мы познакомились с необычными обрядами и бытом ее обитателей, заглянули и в хижину сельского шамана, Сен-Гамы, который обычно выступает в нескольких ролях. Знахаря, прорицателя, колдуна, изгоняющего духов. А вы видели, как танцуют воинственные Зулусы? Все они с самого раннего детства обучаются искусству коллективных плясок, призванных сопровождать самые разные занятия, от бытовых хлопот до военных действий. Существует несколько основных типов Зулусских танцев. Охотничий танец для мужчин и женщин, бычий танец, устрашающий военный танец со щитом и копьем, танец с маленьким щитом, а также множество других разновидностей ритмичных акробатических движений. Главным отличительным элементом Зулусских плясок является резкое поднятие ноги выше головы и мощнейший удар ею по земле. Особенно эффектно это выглядит в исполнении нескольких десятков или даже сотен человек. Легко представить, что происходило, когда к подобному свирепому танцу приступала вооруженная до зубов многотысячная армия. Войны практически входили в транс, а у противника в буквальном смысле слова возникало ощущение, что земля дрожит у него под ногами. Такая психологическая обработка была неотъемлемым элементом подготовки к битве и играла не последнюю роль в победах Зулусов. Вообще, черное население ЮАР всегда защищает и восхищается только своей народностью. Каждая кукушка хвалит свое болото. Но Зулусы действительно исключение. Когда они начинают рассказывать, что свою культуру только его народ блюдет, а все другие, дебили, свана, коса и кои не поддерживают, нет никаких сомнений по этому поводу. И эта деревня – тому подтверждение. Все другие народности давно перестали строить дома из глины и тростника и перешли на более доступные средства, например, выброшенные белыми людьми пустые картонные коробки. Зулусы такой цивилизации не приемлют и хоть и ездят на автомобиле, но при этом свято соблюдают национальные традиции и обычаи. Они всегда готовы и у костра поплясать, и национального табака анаши, то есть, покурить, и обидчика проучить. Этому их научил главный Зулус. Как? Вы ничего не знают про главного Зулуса? Не может быть. О нем знают все. Я же вам рассказывала, это Чака. Как и большинство южноафриканских народов, Зулусы, у которых мы гостили, живут в краолях, селениях. Зулусы – небожители, люди неба, самый многочисленный народ ЮАР. Зулусские воины умели пробуждать в себе такую боевую ярость, которая помогала им побеждать англичан или буров, даже несмотря на превосходство в оружии последних. Рассказывая о Зулусах надо заметить, что взрослые никогда не дают мальчишкам слоняться без дела и заставляют их танцевать или совершенствовать мастерство в палочном бою и метании копья. Причем нередко они прихватывают с собой палки и копья, чтобы размяться на досуге. Нет ни одного мужчины Зулуса, который бы не владел палочным боем, несмотря на то, что цивилизация сделала свое дело, и сегодня на льва с копьем уже никто не ходит. Деревня Экабазини, лежащая в 40 километрах от Дурбана вглубь страны, классический образец зулусского поселения. Традиционно эти поселения Аумузи, или, как их называют европейцы, крали, состоят из нескольких полукруглых тростниковых иглообразных строений и куквани. Размеры некоторых из них позволяют разместить 20-30 человек. Строят их из длинных тонких прутьев, высокой травы или тростника. Все это свивается, переплетается и укрепляется веревками. Эти сооружения идеально вписываются в окружающий пейзаж. На ночь вход в хижину закрывается специальным щитом. Зулусская деревня – это маленький укрепрайн, способный отразить внезапное нападение врага. Вся деревня огорожена по кругу деревянным валом с одной или несколькими сторожевыми башнями, на которых раньше обязательно находились часовые, причем круглосуточно. Сторожа следили за тем, чтобы к их дому внезапно не подкрался враг, пока все остальные спали в своих хижинах на тростниковых циновках, подложив под голову специальные скамеечки. По внутреннему периметру вала в строгом иерархическом порядке располагаются хижины. Дом матери главы клана, затем, самого главы, его первый, второй, третий жен, молодых людей и так далее. В центре поселения находится круглый загон для скота. И здесь же хоронят умерших. Считается, что животные охраняют дух покойных. К тому же коровий навоз предохраняет тела погребенных от бактерий и насекомых. С той же практической целью полы в хижинах зулусов время от времени покрывают коровьим навозом. Высыхая, он превращается в плотную корку, защищающую их обитателей от многочисленных паразитов. Зулусы относятся к своему скоту с редкой любовь. Слишком уж много для них заключено в животных. Сила, здоровье, власть, могущество, еда, одежда, комфорт. Все эти понятия измеряются числом рогатого скота, а если у тебя нет ни одной коровы, значит, ты самый последний бедняк. Днем скот обычно выгоняют из внутреннего загона на пастбище. Причем наблюдение за тем, как коровы щиплют траву, считается у зулусов одним из самых приятных времяпрепровождений. Им не гнушаются даже главы кланов. А уж доение коров превращается в целое священнодействие, причем заниматься этим позволяется исключительно мужчинам. Одним из символов власти у зулусов является леопардовая шкура или наряд из нее. Носить такое одеяние позволено только самым знатным особам, королям, высшим военачальникам или главе семейного клана. У зулусов именно леопард считается королем зверей, обладающим всеми необходимыми качествами. Силой и независимостью, хитростью и коварством и, конечно, непобедимостью. Если же леопард все-таки погибает, то из его шкуры нужно сделать плащ для короля. Всем остальным позволено носить только набедренные повязки и головной убор. Есть, правда, день, когда и простые зулусы могут позволить себе маленькое леопардовое украшение – это свадьба. Про свадьбы я расскажу подробней. Раньше было так. Родственники невесты шли к дому жениха, выстраивались у жилища и одновременно начинали бить в барабаны, издавать воинственные кличи, выкрикивать ругательства, петь песни оскорбительного содержания и говорить все, что у них накипело. Каждая сторона высказывала все, что думала о другой, но без рукоприкладства. Так они могли простоять всю ночь, все зависело от выносливости и желания оставить за собой последнее слово. За эту ночь расходовали все обидные выражения, чтобы не осталось их на потом, и отношения между родами были ровные и дружные. Сейчас все выглядит так. Родственники невесты идут в дому жениха, выстраиваются у жилища, но только не ругаются, а бьют в барабаны и демонстрируют свой талант. Кто что может. Одни поют, другие танцуют, третьи танцуют и поют. До этого родственники жениха целый день готовят свадебные угощения. Главным блюдом на свадебном столе является мясо, которое готовят на огне. К мясу зулусы готовят традиционный хмельной напиток из воды, кукурузной муки и проса. Кроме того, из той же кукурузной муки пекут хлеб. Почти все жители деревни принимают участие в свадьбе. Кто помогает готовить еду, кто прибирает возле дома, кто следит за порядком. Но большинство просто стоят, разговаривают и ждут родственников невесты. Сама невеста остается в своей деревне, или в доме, где она выросла. С ней же остаются ее подруги. И вот появляются родственники невесты. Их очень много. Они идут с подарками. Подарками может быть все, что угодно. Туалетная бумага, несколько упаковок, которые они несут на голове, порошок, мука, сахар, соль, молоко, фрукты, стаканы, столовые и чайные сервизы, одеяло, подушки. Сделав, своего рода, круг почет по деревне, они останавливаются у дома, где будут жить молодожены и где сейчас находится жених, и кладут все эти подарки на порог. Потом осматривают дом, где семье предстоит жить, и начинают игру, или вернее, соревнования, кто лучше выступит. Примерно, когда их выступление подходит к концу, подруги невесты приводят саму невесту. Ее лицо закрыто тканью так, чтобы не было видно глаз. При всех снимают покров, и девушка продолжает стоять с опущенной головой в знак повиновения мужу. Никаких поцелуев, никаких клятв и фраз «я» объявляют вас мужем и женой или «а» теперь жених может поцеловать невесту. Невеста стоит так недолго, потом к ней подходит жених и после этого вся родня начинает веселиться, плясать, бить в барабаны и улюлюкать. После танцев наступает черед приношения в жертву животного. Это может быть или корова, или овца. В разных провинциях по-разному. Животные разделывают прямо на глазах у гостей, достают желчный пузырь, наполняют водой и прикрепляют невесте на грудь. Считается, что это приносит удачу в семейной жизни. Но вернемся в деревню. Главой зулусской деревни Экабазини, как это неудивительно, является белый человек, коренной бур Сиджей. Прожив среди зулусов больше 10 лет, он и сам стал зулусом, переняв все их законы и обычаи. Хотя зулусом Сиджей стал не от хорошей жизни. Во времена падения апортеида у него сгорел сувенирный магазин. Делать ничего не оставалось, и он пришел к своим друзьям зулусом, которые, собственно, и снабжали его этими сувенирами. Через некоторое время жители деревни стали обращаться к нему с различными проблемами, которые Сиджей успешно разрешал. Вот зулусы и решили, что такой хороший человек должен непременно быть главой их небольшой деревни. И теперь ни одно важное дело в Экабазини не делается без одобрения Сиджея, будь то торговая сделка или урегулирование семейной ссоры. Каждый элемент одежды зулусов, как мужской, так и женской, имеет свое значение. По внешнему виду женщины можно определить, замужем она или нет, сколько у нее детей и кто ее муж. Традиционные украшения из бисера также могут многое поведать знающему человеку. То же самое и у мужчин. Головную повязку из птичьих перьев, например, надевают только женатые мужчины. К тому же в мужском наряде существует еще множество малопонятных мелочей. Особенно, если дело касается специальных церемониальных одеяний, отличающихся особенно богатым декором и пышностью. Сегодня от былой воинственности зулусов не осталось и следа. Потом кичаки устраивают для приезжих театрализованные представления из жизни своих предков. А танцы, обряды и заклинания – далеко не те, что были раньше. И пусть мобильные телефоны, трезвонящие в тростниковых хижинах, стали нормой жизни, а большинство зулусов не питаются, как раньше. Моисомы не носят каждый день набедренных повязок. Тем не менее эти люди сумели сохранить свою самобытность. Устали от рассказов про зулусов. Тогда я расскажу вам про крокодиловую ферму. Она находится совсем рядышком, можно сказать, в самом городке Баллита. Владелец крокодильей фермы искренне привязан к своим подопечным, но это не мешает ему успешно торговать крокодильей кожей. С виду ферма выглядит как большой дом с высокой оградой. На въезде красуется столб с флагами разных стран. Российского флага не было, но был флаг СССР, красный, с серпом и молотом. Мы посетили эту ферму в дождливую погоду. Все тропинки, ведущие от парковки к самой ферме из дерева, из-за дождя стали мокрыми и скользкими. Почти у самого входа, под небольшим мостиком, на котором мы находились, мы увидели зеленых монстров, нежащихся под дождем. Крокодилы любят сырую погоду. Территория поделена на секторы, где живут крокодилы разных возрастов. Маленькие крокодильчики нескольких месяцев отроду резвились в крокодильем лягушатники и пялились на туристов. Взрослые крокодильи особи держались степенно, притворяясь бревнами. Долгожители двухметровых размеров лежали и всем своим видом показывали, что они очень важные. К таким даже подходить было страшно. Жизнь у крокодилов вполне беззаботная. Прекрасное общество, регулярное питание. Хотя в еде они нуждаются гораздо меньше, чем теплокровные животные. Крокодилы, вопреки распространенному мнению, едят мало. В среднем взрослая особь получает 5 кг мяса в неделю. Мы были свидетелями кормежки крокодилов. Хозяин фермы вынес большое ведро, наполненное бройлерными курами. Неживыми, конечно. Крокодилы всем своим видом показывали, что есть они не хотят. Он подошел довольно близко к одному из крокодилов, взял из ведра одну куру и начал дразнить зеленого. Тот даже не пошевелился. Тогда хозяин кинул куру в метре от зеленого и тот, в одно мгновение, кинулся на нее и проглотил. Вторая курица попала в зону, где нежилось 5 крокодилов. Один из них оказался шустрее всех и съел ее на лету. Только услышали глухой звук, челюсть крокодила распахнулась, захватила курицу и захлопнулась, клоп и нет курицы. Мы от неожиданности даже отпрянули, хотя находились в метрах десяти от очага опасности. Хозяин пытался кидать кур тем крокодилам, которые еще не обедали. Но один из самых больших и важных, видимо, был очень голоден и съел пять курей. Разборок не последовало. Когда ведро оказалось пустым, крокодилы вернулись в исходные позиции, изображать бревна. Эту ферму с полным правом можно было бы назвать крокодиловой Аркадией, если бы ее обитателей, в конце концов, не забивали ради их весьма ценной кожи. Мы прошли чуть дальше и увидели крокодиловую индустрию. Выделывают шкуры тут же, на ферме. Крокодиловую кожу опускают в пластмассовый бак и заливают специальным раствором. Делается это для того, чтобы, высохнув, она не потерял своей природной мягкости. Состав раствора – секрет фирмы. Выдерживают шкуру в нем не более трех дней. После этого крокодиловая кожа приобретает некоторую голубизну. В раствор добавляют, кроме прочего, соли хрома. Они придают коже прочность. Поскольку соли эти имеют голубой цвет, то и шкура приобретает такой же оттенок. Следующий этап – удаление всего лишнего с внутренней стороны. На профессиональном языке он называется мездрением. После этого шкуру снова вымачивают, сушат. Теперь она почти готова. Красит кожу в барабане. Когда выкрашенная кожа высыхает, ее покрывают специальным составом, который делает ее влагоустойчивой. Последний этап обработки – придание коже блеска. Ее помещают на станок и тщательно раскатывают при помощи каменного цилиндра. Чем дольше длится процесс, тем более блестящей она становится. В магазинчике я купила кошелек из крокодиловой кожи, а в кафе мы полакомились шашлычками из рептилий. Провинция Мпумаланга, Мпумаланга, Мпумаланга в переводе с языка Сизуати и Зулу означает место, где восходит солнце. Эта провинция пользуется популярностью у туристов благодаря своей красоте и разнообразию. Это одна из самых маленьких, но при этом густонаселенных провинций ЮАР. Самый знаменитый парк Сафари, национальный парк Крюгера, потрясающие панорамные виды, горы, реки, прекрасные возможности для ловли форели, наблюдения за птицами, походов и знакомства с богатой культурой дебели и свази – все это Мпумаланга. Еще можно побывать в третьем по величине каньоне в мире, посетить старейшую в мире пещеру и провести время в лучшем в мире частном парке. Ну что, я вас уговорила. Тогда поехали. Примерно 4 часа от Еханнесбурга и мы с вами с Крюгер парки. Сам парк занимает территорию, равную по площади территории Израиля. Он протянулся с юга на север на 350 километров широкой полосой в 60 километров. В парке размещаются более 30 лагерей и стоянки для туристов, станции техобслуживания, аэропорт, госпиталь, пункт проката автомобилей. Будучи более пяти лет в этой стране мы так и не побывали в нем. Я долго упрашивала мужа, но он предпочитает отдых на теплом песочке. Нет, его увлекают звери, но только с экранов телевизоров. Пару раз я его уговаривала, и мы всей семьей ездили в парк Львов, который находится в часе езды от Еханнесбурга. Мы проводили там полдня. Удовольствие, конечно, получали, но все равно парк совсем небольшой и кроме львов, жирафов и диких собак мы ничего не видели. Мне очень хотелось побывать в Крюгер парке. Нисколько для того, чтобы посмотреть на зверей, сколько для самого факта, я была в Крюгер парке. А ведь еще можно и приврать, я охотилась и даже имею трофей. Итак, когда мои хотения перевесили все глупые отговорки мужа, он мне сказал. Хочешь, езжай, меня не трогай. Отлично. Полдело сделано. Осталось совсем чуть-чуть найти подходящую компанию. Дочери нас сразу сказала. Ура, клево, я с тобой, оторвемся по полной. Еще я предложила поехать с своей русской подруги, Светлане. У нее тоже есть дочь, подросток котя. Вместе мы будем идеальной компанией, так я подумала. Подруга согласилась, и в одно прекрасное субботнее утро мы на моей машине оправились в Крюгер парк. Совсем не вопрос, что выезжать надо было рано утром, как мы это делаем, когда едим к океану, часа в три, четыре утра. Но я любительница поспать. Дочь пошла вся в меня, а подруга решила, что командовать парадом должна я, и даже не пыталась мне возразить, когда я сказала, что заеду за ней в девять. Не важно, что пока мы с дочкой собрались, пока выслушали от мужа папеньки, что мы недалекие женщины, и что если нам удастся вернуться живыми, а не быть съеденными каким-нибудь диким зверем, то нам крупно повезет, уже было десять часов. В одиннадцать мы забрали подругу с дочкой, их муж папенька печально, точно как наш, помахал нам вслед и, наверное, пошел звонить нашему мужу папеньке. Вместе они наверняка начали молиться, чтобы наше приключение не закончилось печально. Через пять часов, то есть ровно в четыре часа, мы въехали на территорию парка, и еще столько же времени искали нашу лоджу, которую заказали заранее по интернету. У нас была карта проезда, но мы никуда не спешили. Ну хорошо, признаюсь вам. Да, мы заблудились. Подруга у меня блондинка, ее дочь, тоже. Я, хоть и брюнетка, но душой тоже блондинка, поэтому нам потребовалось целых пять часов, чтобы добраться до места. Кстати, совершенно не жалеем об этом, потому что пока мы искали нашу лоджу, успели увидеть много зверей. Почти сразу встретили зебры-антилоп. Подростки наши визжали от удовольствия, высовывались в окна и пытались запечатлеть себя на фоне полосатых животных. Кстати, зебры, которые нам попадались, имели не черно-белый окрас, а черно-желтый. Может они грязнули-были? Повстречали целое стадо антилоп. И Раскати фотографировали птичек и черепах, которые встречались на обочине дороги. В зарослях постоянно что-то мелькало. Мы решили, что это кабаны. В приемной уже никого не было, но мы очень быстро нашли нужных людей. Те очень удивились и сказали, что ожидали нас рано утром. Подруга хотела сказать свою дежурную фразу, что мы задержались, потому что делали шоппинг, но я вовремя ее остановила и на русском прошептала. Не надо ничего объяснять, не поймут. Перед нами извинились и сказали, что одна лоджа уже занята, но волноваться нам не следует, они сейчас все быстро организуют. Через пять минут нам сообщили, что все готовы и двое из нас могут остаться здесь, а двоих проведут в соседнюю лоджу. Естественно я решила, что остаюсь с дочерью здесь, тут было спокойно, чай, кофе и печенюшки сделали свое дело, я расслабилась и мечтала поскорее оказаться в уютной кроватке. Светку с Катей было решено отправить в неизвестность, какую-то соседнюю лоджу. Мы попрощались, как перед боем, и подругу с дочерью увели двое темнокожих проводников. Еще один проводник подхватил нашу 20-килограммовую сумочку с самым необходимым обмундированием, фен, дюжина купальников и джинсов, парфюмерия и косметика, и предложил посмотреть наши хоромы. Что самое интересное, само здание, где находилась приемная, было каменным, там был свет, туалет, чайник и с печенюшками, как я уже говорила, и ничего такого устрашающего мы не почувствовали. А вот когда нас начали везти к нашей халабуде, по телу пробежал легкий холодок. И не потому, что на улице было прохладно. Проводник держал в руки керосиновую лампу, тишина была просто гробовая и только иногда доносились совьи ухухуканья и треск сверчков. Через минуту мы прошли мимо каких-то зеленых палаток. Я все оглядывалась и искала приличные каменные здания, в надежде укрыться там от диких зверей. Но еще через минуту наш проводник подвел нас с Ирой в зеленой палатке и сказал. Можете принять душ, туалет здесь, полотенце тут, подъем в 5.30, увидимся завтра. И, повернувшись на 180 градусов, направился во своясье. Я от неожиданности вообще ничего сказать не могла. Дочь сказала следующее. Чё? И с ужасом посмотрела в мои глаза. Тут проводник остановился, хлопнул себя по лбу и возвратился к нам. Мне немного полегчало. Я сразу догадалась, что мы ему понравились, и он хочет нам предложить переспать в здании, где находится приемная. Но он подошел и сказал. Совсем забыл. Вот вам свисток. Если будут нападать звери, свистните, и мы сразу прибежим на помощь. Потом улыбнулся и добавил. А вообще вам повезло. Наш лагерь просто уникальный и вы можете гордиться, что попали именно сюда. Чем же он уникален? Спросила доча тем, что у нас нет колючей проволоки. И звери легко могут проникнуть на территорию лагеря. Поэтому держите двери закрытыми и сумки тоже. И слился с природой. И расхватила одной рукой свисток, а другой меня. Я не буду тут спасть. Ты слышишь? Я не буду тут спать. Я вздохнула и предложила. Не спи. Сторожи меня. Нет. Смелость моя давно где-то затерялась. Просто я поняла, что нам все равно никуда не деться. Спать придется тут. И зашла в палатку. Сама палатка была небольшой. С двух сторон она была из зеленого брезента. С других двух сторон материалом служила белая сеточка. В такую в СССР поковали картофель. Видимо эта сетка называлась дверями, потому что она открывалась и закрывалась на молнию. Посредине палатки стояла кровать. Вход к ней был тоже закрыт сеткой с двух сторон. Прям над кроватью висела лампа. Хорошо, что она была включена. Справа за зеленым брезентом был туалет и душевая кабинка. Душевая тоже из брезента. Страшно было до ужаса. И еще было очень жалко себя. Я думала о том, как хорошо сейчас моему мужу в тепле, возле телевизора и мне захотелось сесть и разреветься. Именно это я бы и сделала, если бы рядом был мой муж. Еще бы я с удовольствием пожаловалась на свою судьбу и на то, что только он мог так организовать мой отдых и оставить на ночь на съедении голодным львам. Но мужа рядом не было. И жаловаться было некому. Все организовала я сама. Рядом была испуганная дочь, которая сжимала в руке свисток и оглядывалась по сторонам в поиске диких зверей. Мне пришлось взять себя в руки, отыскать где-то на самом дне своей антикварной души смелости предложить дочери принять душ и лечь спать. Дочь сказала, что ей не до душа, открыла молнию вход в будуар, плюхнулась на высокую кровать и продолжила озираться по сторонам. Я решила, что если мне уж суждено быть слопанной львом или гиеной, то пусть звери действительно получат удовольствие, скушают меня чистой. Я прихватила полотенце и направилась в душ. Кран с водой я открыла, но кроме холодной воды я ничего не получила. Недовольная, я вошла в будуар и вслух сообщила всем животным. Будете меня кушать, не подавитесь, там полно целлюлита. И потянулась выключить свет. Выключатель не нашла. Встала, обыскала все в радиусе трех метров, выключателя не было. Ладно, значит будем спасть со светом. Сказала я и плюхнулась на кровать. Света, заходи, спать будем. Пошутила дочка. Ну что ж, раз ее не покинуло чувство юмора, решила я, значит все нормально. Лампа светила прямо в лицо. Дочь легла рядом, со страхом посмотрела в мои глаза и спросила. Не сиделось тебе дома? Да. Приключений хотелось? Да. Я что-то буркнула и повернулась на бок. Мы долго не могли заснуть. Нам казалось, что кто-то пробирается в палатку, что где-то совсем рядом фыркает какое-то животное. Несколько раз раздавались какие-то крики животных и уханьесов. Уснули мы только под утро. Проснулись от того, что где-то били в барабаны. Уже светлело. Я поднялась и оглянулась. Лампа по-прежнему светила, а дочь лежала с вытянутой рукой, в которой находился свисток. Еще через пару минут в палатку зашла чернокожая девушка и принесла чай, кофе и печенюшки. Мне пришлось встать и спросить у нее, почему нет горячей воды. Она сказала, что есть и показала, как пользоваться душем. Я приняла душ, выпила чашку кофе и стала будить дочку. Дочка очень обрадовалась, что уже утро вскочила и направилась в душ. Когда вышла, сказала мне, что у нее затекла рука от того, что она так сильно сжимала в ней свисток. В шесть часов за нами пришел проводник, чтобы сопроводить в приемную, и обещал, что через полчаса нас оттуда заберут и на большой открытой машине повезут в парк поглазеть на животных. Дочка, увидев проводника, попросила его забрать наш 20-килограммовый чемоданчик и обещала, что больше никогда здесь спать не останется. Светка встретила нас с улыбкой и сказала, что ей тут очень нравится. Мы рассказали ей, в какой палатке живем, она охала и явно завидовала, что нам так повезло. Я кивала, а дочка, настоящая актриса, сказала. К нашей палатке утром приходили носороги, водичку попить. После того, как мама приняла душ. Потом нас всех заставили подписать бумагу, которую можно считать завещанием, если со мной что случится. В моей смерти прошу винить Клавука. И посадили в открытую машину для сафари. Мы разместились на приподнятых задних креслах, что-то вроде зрительного зала на колесах, и поехали. Джик был снабжен одеялами и пивом. Одеяла нам не понадобились, было очень жарко, а пиво мы не пьем. В машине было человек 10. Первыми нам попались бабуины. Их было очень много. Про них нам рассказали много интересного. Бабуины ходят на четырех лапах, имеют массивные челюсти. А улыбку бабуина действительно стоит увидеть. Бабуины живут семьями. Глава семьи обычно старый мандрил и весит он до 50 килограммов. Бабуины большую часть времени проводят на земле, в кустах или на каменистой местности. Но ночью всегда поднимаются на деревья. Они питаются зернами, фруктами, насекомыми, маленькими грызунами. Самка рожает одного или реже двух детенышей, которых она носит на спине. Если им кто-то нравится, они могут плюнуть в лицо. Да, это у них считается что-то вроде приветствия и симпатии к собеседнику. На вид они очень милые, но вообще-то очень опасны. Они периодически нападают на поля и дома. Но сначала они обследуют территорию, посылают несколько бабуинов в разведку и только если опасности нет, набегают, кидаются на добычу, хватают все, что могут унести и убегают. Недавно они напали на отару овец и сторожевые собаки не смогли противостоять их натиску. У этих обезьян 5-сантиметровые клыки, они разрывают как и собак, так и овец на куски. Днем их можно увидеть на шоссе. Они стоят на обочине и смотрят на проезжающие мимо машины. Еще они любители пошутить. Могут прыгнуть на спину коровам. Так, ради смеха, чтобы потом посмеяться каким голопом она убегает от них. Но вообще у каждой стаи есть свой вожак и именно он руководит набегом. И если что-то случается с вожаком, вся стая разбегается. Но ненадолго. Вскоре они возвращаются, избирают нового вожака и опять организовывают набеги. А если кто-то швырнет в них камень, пусть пеняют на себя, и больше в этих окрестностях не показывается, они очень мстительные. Они умеют открывать двери, окна, залезают в холодильник, достают оттуда не только фрукты и еду, а иногда и вино. Нам рассказали один случай. Фермер уехал на выходные с семьей. Приезжает, все двери нараспашку, стекла в окнах выбиты, телевизор включен, на диване сидят несколько бабуинов и смотрит телевизор. Еще несколько развлекаются другим способом, скатываются с соломенной крыши прямо в бассейн. Ну чем не водный аттракцион? А еще совсем недавно я прочитала в новостях, что в небольшом поселке Лусики-Сикистая воинствующих бабуинов устроила погром. Приматы со стервенением набросились на здание школы, разобрали крышу из слоновьей травы и ринулись в класс. Помещение было переполнено, там находились 70 учеников, и лишь по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Один школьник был оцарапан мощными когтями бабуина. После бабуинов мы увидели слонов. Один, два, еще несколько слонов. Один из них подошел к машине, тряхнул бивнями перед лобовым стеклом. Мы все вздрогнули и затаили дыхание. Интересен тот факт, что в африканских саваннах и джунглях не находят бивни умерших слонов. Возникла даже легенда, будто слоны уходят и умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища. Но в прошлом веке охотнику Джону Хантеру удалось установить, куда исчезают бивни. Оказалось, что их съедают африканские битые осылка дикобразы. Стараясь таким образом утолить минеральный голод, во время сезона дождей сильные ливни вымывают из почвы минеральные вещества. Происхождение слова слон не вполне понятно. По предположению некоторых лингвистов, слон восходит к той же основе, что и глагол «прислоняться», и в таком случае слон потому получил свое название, что, по рассказам, спит стоя, прислонившись к какому-нибудь устойчивому предмету, дереву, например. В Африке обитают два совершенно разных вида. У одного из них уши почти треугольной формы, а у другого более круглой. Остроухи чаще всего встречаются в саваннах, а круглоухи – в лесах. Зрение у слонов плохое, они не видят на расстоянии более 20 метров, потому что по отношению к голове размеры глаза очень малы. Зато у них очень развито обоняние, осязание и они обладают хорошим слухом. Слон кажется очень неповоротливым. Отчасти это так и есть, но его хобот очень чувствительный и может поднять с пола маленькую булавку. Слоны редко живут в одиночку. Обычный состав слонового стада – 9-12 старых, молодых и совсем маленьких животных. Как правило, в стаде есть вожак, чаще всего старая слониха. Однако иногда вожаком бывают самцы. Стадо слонов – очень дружная община. Животные хорошо узнают друг друга, сообща защищают детенышей. Известны случаи, когда слоны оказывали помощь раненым собратьям, уводя их из опасного места. Драки между слонами – редкость, и только животные, страдающие от какой-нибудь боли, например со сломанным бивнем, становятся неуживчивыми и раздражительными. Обычно такие слоны удаляются от стада, однако неизвестно, сами ли они предпочитают одиночество или их изгоняют здоровые сотоварищи. Слон со сломанным бивнем опасен и для людей. Недаром первая заповедь, которую нам сразу сообщили – не покидать машину, не пересекать дорогу стаду слонов, не подъезжать к слонам-одиночкам, особенно со сломанным бивнем. И это неспроста. Слон – единственное животное, которое легко может перейти в атаку и перевернуть машину. В свое время охотники за слоновой костью нередко гибли под ногами раненых гигантов. Кроме человека, врагов у слона почти нет. Носорог, второй гигант Африки, спешит уступить слону дорогу, а если дело все же доходит до столкновения, всегда оказывается побежденным. Насторожившийся слон – незабываемое зрелище. Огромные паруса ушей широко развернуты, хобот поднят вверх и двигается из стороны в сторону, стараясь поймать дуновение ветра, во всей фигуре одновременно и напряженности угроза. Атакующий слон прижимает уши, прячет хобот за бивни, которые животное резким движением выносит вперед. Голос слона – пронзительный, визгливый звук, одновременно напоминающий хриплый горный скрежет тормозов автомобиля. Без слонов африканская саванна потеряла бы половину прелести. Действительно, есть в слонах что-то неизъяснимо притягательное. Идут ли животные неторопливо через равнину, рассекая, точно корабли, густую высокую траву? Кормится ли на опушке лиса, среди кустов? Пьют ли у реки, выстроившись в ровную линию? Отдыхают ли неподвижно в тени деревьев, во всем их облике? В манере чувствуется глубокое спокойствие, достоинство, скрытая мощь. И невольно проникаешься уважением и симпатией к этим гигантам, свидетелям давно минувших эпох, чувствуешь искреннее восхищение перед ними. Больше всего мы хотели увидеть льва. И нам это удалось. Лев лежал в тени у дороги и спал. Мы подъехали почти вплотную. Кто-то громко чихнул. Зверь проснулся, сверкнул желтыми глазами и зарычал. Стало страшно. Лев в одном прыжке от машины, ружье зачихлено. Но лев только лениво перевернулся на спину, поджал лапы, как котенок, и снова закрыл глаза. Наш рейнджер включил заднюю передачу и отъехал метров на 10 назад. Понравился наш Феликс? Феликс? Это что, домашний лев? Нет, что вы? Он самый настоящий, дикий. Но найти его несложно. Он глава семейства. Поэтому никогда ничего не делает и круглые сутки спит. Практически всегда в одном и том же месте. К тому же он считает себя самым главным и ни от кого не прячется. Восторг детей невозможно описать. Видели? Да. А как он на нас посмотрел? А глаза какие? А какая у него лапа? Лапа действительно огромная. Вообще, если бы он захотел запрыгнуть и полакомиться человечиной, легко бы смог это сделать. В самом конце путешествия мы увидели жирафов. И не просто увидели, мы стали свидетелями их драки. Дерутся они своими длинными шеями, бьют головой и отходят в сторону. Как будто две сабли, которые скрестили противники. Они наносят удары примерно в середину своей длиннючей шеи, немного пошатываются, пытаясь сохранить равновесие. Отходят, отдыхают и опять скрещивают свои шеи. С одной стороны, красиво, но с другой, жалко их. Именно шея, главный объект эволюции вида, основной балансир для расположения тела жирафа в пространстве, инструмент питания, устанавливание дружеских и любовных связей, соперничество и агрессии. Наконец, целый клубок загадок для нас, людей. Все, что не делает жираф, он делает неторопливо, достойно, величественно. Походка жирафа медленная и плавная. При каждом шаге поднимаются поочередно обе ноги каждой стороны, а опирается он на ноги стороны противоположной. Такой тип движения называют иноходью. На любых аллюрах в движении участвует его длинная шея, выступающая как балансир и уравновешивающая отдельные части тела. Когда ноги касаются земли и уже готовы оттолкнуться, шея уходит назад, облегчая толчок, в полете же возвращается вперед. Так, двигая шею вперед-назад, подобно огромному рычагу, жираф и передвигается. При помощи кивков шеи они умеют прыгать через препятствия. Дочь все допытывала. Почему они подрались? Что же они не поделили? Мне стало интересно почему, и самое главное на какой почве у них происходит разногласие. Поэтому я спросила это у нашего провожающего. Оказывается, несмотря на то, что жирафы не захватывают чужие и не охраняют собственные территории, свое превосходство друг над другом они все же утверждают, а, следовательно, определенная иерархия у них существует. Особенно ярко она проявляется среди самцов. Доминант при встрече с сородичами высоко несет голову и задирает подбородок, производя соответствующие впечатления, дополняющиеся специальной гримасой. Как будто улыбается. В случае, если его не воспринимают всерьез, самец-доминант бросается прямо на соперника, выгнув шею, опустив голову и угрожая рогами. Но чаще всего кроткие жирафы уступают друг другу, обходясь без конфликтов. Если же нашла коса на камень и никто не готов уступить, тогда оба соперника становятся рядом и, мотая головами на длинных шеях, бьют ими друг друга. Кстати, жирафы накрождаются без рожек. Но место их будущего появления отмечено пучками черных волос, под ними зреет хрящик, который со временем окостеневает, превращаясь в маленькие рожки, которые вскоре начинают расти. А кисточки шерсти на них остаются у жирафинка на несколько лет, потом они стираются и исчезают. Еще нам рассказали, что совсем неподалеку в одной из ферм домашним питомцем стал маленький жирафчик. Малыша назвали Блокис, поселили в большом сарае, но он часто заходит в дом и любопытствует, чем заняты его приемные родители. Ест Блокис в основном листья и с удовольствием пьет молоко. Чтобы малыш получал достаточно молока, владельцам фермы пришлось купить трех коров, кормилец. Жирафинок хоть и маленький по возрасту, но вымахал под два метра, весит уже 120 килограмм и выпивает в день 12 литров молока. Приемная мать маленького жирафа решила, что ее питомец будет обитать на ферме от полугода до года, после чего его отпустят на волю, в дикую природу, к сородичам. А пока за Блокисом тщательно ухаживают, ведь жирафы очень чувствительны к холоду и нередко заболевают воспалением легких. А недавно на ферме появилась молоденькая самка жирафа Блонди. Блокис, который раньше нередко скучал в одиночестве, сразу ею заинтересовался. Пикник в парке Крюгера выглядит следующим образом. Все выходят из машины на открытую поляну, достают свои запасы, нам их выдали в приемной, перекусывают и постоянно в страхе оглядываются. Не пожаловал ли в гости на хлебушек какой-нибудь зверек? Мы со Светкой храбрились и вышли из машины. Наши девочки перекусили в машине, но очень переживали за нас и постоянно смотрели по сторонам. В этот же вечер мы отправились назад, домой. Впечатлений хватило на несколько месяцев, а фотографий хватит на всю жизнь. Еще, наши мужья-папеньки, посмотрев фотографии и выслушав изумительный рассказ об отдыхе, обещали тоже поехать. С нами, разуемся. Провинция Западный Кейп, Вестерн-Цапи. Провинция Западный Кейп расположена на юго-западе страны. Это район складчатых гор, равнин со множеством природных источников воды, широкими пляжами и незабываемыми пейзажами. Это целое королевство цветов. Здесь произрастает наибольшее в мире количество их разновидностей и расцветок. Столица провинции, город Кейптаун. Родной дом для людей множества национальностей. Это и самый европейский город Африки, здесь иногда просто невозможно понять, где находишься. Основную массу населения составляют белые африканеры, англоязычные белые, среди которых англичане, евреи, португальцы, греки и десятки других национальностей, включая русских, и капские цветные, подразделяющиеся на множество групп англоговорящих и говорящих на африканс. Белые африканеры предпочитают северные районы, подальше от моря, англоязычные, южные, вдоль океанского побережья и у столовой горы. Большинство цветных живут в долине между этими двумя массивами, но с появлением достатка считают делом престижа переселиться в традиционно белые районы. Конечно, в такой пестрой массе населения, множество разных культур, религий и верований, точек зрения, жизненных укладов и традиций. Но есть одна вещь, объединяющая всех. Это святая уверенность в том, что их любимый Кейптаун, самый прекрасный, самый уникальный город на свете. Кей, в переводе, означает «мыс». Таун – город. Итого, город мыса. Кейптаун пользуется славой самого красивого города ЮАР. В этом городе я побывала с мужем и с нашими друзьями, которые приехали из Одессы посмотреть страну два года назад. Мы летели самолетом авиакомпании со странным названием «Один полет». В аэропорту мы поинтересовались, что означает это название. Полет совершается только один раз потому, что больше никогда не захочется или потому, что мы не прилетим на место. Видимо, кроме нас больше никто таких глупых вопросов не задавал. Сотрудники авиакомпании очень удивились и сказали, что один полет означает, что мы будем летать только этими авиалиниями. На самом деле мы были совсем не против, потому, что цены не кусались и были на 30% дешевле всех остальных авиакомпаний. С воздуха Киптаун сильно отличается от Еханнесбурга. В основном холмистостью. В концу полета ландшафт сильно изменился. Из белых воздушных облаков стали выглядывать горные вершины, как будто сделанные из черного бархата и облитые сверкающей смолой. Было такое ощущение, что можно забраться на эту вершину и потрогать белое облако. Сочетание белого и черного делало пейзаж просто фантастическим. Потом самолет немного снизил высоту, и мы увидели океан. Нас встретили в аэропорту, мы заранее заказали русского гида, и сразу повезли к Столовой горе. Столовая гора сложена из грубозернистых битая ссылка песчаников, имеет крутые склоны, которые покрыты вечно зелеными битая ссылка лесами и битая ссылка кустарниками. Битая ссылка флора и битая ссылка фауна склонов охраняется, так как там встречаются редкие виды. У Столовой горы весьма необычная вершина. Она представляет собой ровное плато, протянувшееся на несколько километров. Из-за этого гора напоминает стол. А когда на нее опускается облако, кажется, что стол накрыли скатертью. Наверх можно было подняться по канатной дороге, но из-за сильного тумана она не работала. Поэтому мы поднялись на машине. Киптаун продувается насквозь всеми ветрами. Потому и Столовую гору считают местным кондиционером. Климат здесь суровее, равно как и Атлантический океан холоднее и неспокойнее, нежели индийский. Вид со Столовой горы на город был просто неописуемый. Мы находились выше облаков, но город было очень хорошо видно. Он был крошечным, почти кукольным. Мы сделали много фотографий и очень пожалели о том, что канатная дорога не работает. Вокруг нас крутилось множество смешных животных, похожих на сусликов. Они явно выпрашивали угощения, но, поняв, что у нас ничего нет, побежали к другим туристам. Рядом со Столовой горой расположены известные пики 12 апостолов, дьявола и битая ссылка львиной головы. Мы с Доброй Надеждой раньше называли мыс Бурь или Штормов потому, что возле этого мыса в свое время разилось более 400 кораблей. Можно часами стоять и наблюдать, как огромные волны разбиваются о черные скалы и воображать, что именно в этом месте сходится Атлантический и Индийский океан. А если долго смотреть на волны, даже кажется, что вот эти, справа, совсем другого цвета, чем эти, слева, а вот здесь, посмотрите. Именно здесь они и соединяются, как бы врезаясь друг в друга. На самом деле все это только красивое воображение. Два океана встречаются друг с другом совсем не в этой точке, а более чем 100 километров восточнее, а здесь, возможно, встречаются два течения. По дороге на мыс Доброй Надеждой мы встретили оравы бабуинов, несколько страусов и даже одного заблудившегося пингвина. Наверху, на скале, старинный маяк. Стоять рядом с ним можно только под углом, иначе сдует ветром. Когда-то маяк помогал морякам, но однажды был скрыт облаками, и некие португальцы угодили на камни. Теперь настоящий маяк, один из мощнейших в мире, внизу, а старый лишь дань времени. Рядышком небольшой центр, ресторанчики, магазины. Сделав фотографии с указателем крайняя южная точка африканского континента, мы решили пообедать и выбрали рыбный ресторан. У входа стоял швейцар и открывал двери. Наверное, дорогой ресторан, раз такое обслуживание, подумали мы. Но оказалось, что швейцар стоит на входе для того, чтобы в ресторан не попали бабуины. Уже несколько раз бабуины врывались в ресторан, прыгали по столам, воровали еду, кричали и пугали посетителей. И действительно, когда мы выходили из ресторана, мы повидали бабуинов, которые прохлаждались возле входа в надежде попасть внутрь. Вообще, даже у парковки надо быть осторожными. Очень часто бабуины, как самые заправские грабители, отнимают у туристов видеокамеры, фотоаппараты, еду, сумки, кошельки, деньги и даже украшения. Затем убегают куда-то в горы. У нашего друга возникла мысль разыскать их жилища и конфисковать собранное за десятилетия добро, которое, наверное, потянет на целое состояние. Но мне подумалось, а что если бабуины не совсем дикие, а даже можно сказать вполне дрессированные, а? После мы направились в порт. Вообще в Киптауне целых два порта, старый и новый. В старом в наши дни швартоваться стало очень престижно и почетно. Он и на традиционный топорт мало похож, почти весь представляет собой одну большую зону отдыха, развлечений и торговли. Тут есть и рестораны, и кинотеатры и очень красивый океанариум с рыбами, змеями, пингвинами, а также множество отелей и музеев. Получилось удобно, красиво и весьма необычно, и назвали все это «Ватерфронт», «Ватерфронт». Всякой живности полна, вода чистая. Местные тюлени живут прямо на причалах, целыми гаремами, рядом морские утки ныряют за рыбой, и никто никому не мешает. Магазины и особенно рестораны открыты допоздна. Новый порт – совсем другое зрелище. Здесь причал для огромных контейнеровозов, танкеров, сухогрузов и рыболовных судов. Сюда заходят для ремонта океанские буровые платформы и технологические суда разного назначения, от алмазодобывающих до трансконтинентальных кабелеукладчиков. Швартуются круизные лайнеры или докольные суда на пути в Антарктиду и обратно. Многих из них встречают, как почетных гостей, местные африканеры и цветные в традиционных костюмах. Порт этот – очень современный и довольно неуютный, как все крупные порты. Мы гуляли по порту более четырех часов, потом поужинали в португальском ресторане, но с африканским дизайном. Вместо скатерти на столах были подставки для тарелок из шкур различных зверей. На стенах висели чучело животных, даже тарелки были с орнаментом под леопардовую шкуру. А на ручках столовых приборов красовался глиняный леопард с открытой пастью. После нас отвезли в гостиницу, которую мы заказали по телефону еще в Еханнесбурге. Мы заказали две стандартные комнаты, одну для нас с мужем, другую для наших друзей. Большая кровать, чистое белье, белые полотенца, небольшой балкончик с креслом и журнальным столиком, просторная ванная с душевой кабинкой – все это самая обыкновенная, недорогая гостиница, три звезды, прямо на берегу Атлантического океана в пяти минутах ходьбы от ватерфронта. На четвертом этаже гостиницы небольшой бассейн, где мы пропадали все свободные от путешествий время. На следующий день мы, позавтракав в гостинице, отправились поглазеть на пингвинов и морских котиков. Бухта, с которой начиналось путешествие на теплоходе к острову морских котиков, выглядела просто сказочной. Вода была бирюзового цвета. С одной стороны к бухте примыкала гора, на которую спускались облака, и вершина терялась в дымке. Солнце ярко сияло и отражалось в воде, где находилось много парусных лодочек, крошечных, будто игрушечных. Картина была удивительная, словно нереальная. Вообще бухты, заливы и дома в этих окрестностях здесь великолепны. Хотя богатством хвастаться здесь вроде бы не принято, оно все равно выпирает, особенно на Атлантическом побережье и на поросших лесом от рогах Столовой горы, где живут очень крупные банкиры и бизнесмены, нередко руководящие отсюда, по интернету, факсу, телефону, своими конторами на севере ЮАР, в Европе, Америке. Один из них, Марк Шаттлворс, уроженец Киптауна, второй в истории космический турист и первый африканец, полетевший в космос. Надо сказать, застроены богатые районы со вкусом. Местные архитекторы и строители, профессионалы, настоящие мастера своего дела. Впрочем, поселиться здесь может и любой российский бизнесмен. Для приобретения недвижимости препятствий нет. А стоимость, например, домика на побережье из четырех комнат, с гаражом и двориком, обойдется в 200-300 тысяч долларов США. Так это ведь дом, а не однокомнатная квартира в Москве. Цены на недвижимость растут очень стремительно. Еще пару лет назад такой домик можно было купить за 100 тысяч, а 7 лет назад за 50. Но вернемся к морским котикам. Колония состоит из 4000 капских котов. Те, кто постарше лениво валяются на камнях и фыркают на туристов. А юные котики устраивают представления. Ныряют перед катером, выпрыгивают у бортов, кувыркаются и играют в догонялки. Само путешествие на остров котиков занял менее часа. По прибытии у нас встречала делегация черных артистов. Они били в барабаны, пели и подавали шляпу, чтобы их отблагодарили. Следующий пункт – остров пингвинов. Честно скажу, пингвины меня очень разочаровали. Я ожидала увидеть больших умных птиц, а увидела маленьких неуклюжих животных, которые расположились на прибрежном песке. Сверху, над ними, были проложены мостики для посетителей. Вся пингвинья жизнь предстает перед глазами. Самцы высиживают детенышей, а потом молодых пингвинят учат выживанию, добывать пищу, летать. Самое интересное, что никто точно не знает, откуда пришли сюда эти пингвины, скорее всего из Антарктиды. Говорят также, что они могут в любой момент перебраться в другое место, но пока это не случилось, и все надеются на лучшее. Еще через час мы оказались на страусиной ферме, которая напоминала скорее туристический аттракцион, а не ферму. Изумрудная зелень подстриженных газонов – здание в бурско-голландском стиле, а внутри, естественно, маленький музей и большой магазин сувениров. Самих страусов можно посмотреть как в закрытых вольерах, так и на открытых пастбищах. Сначала немного теории. «Пойдемте в музей», – сказал наш гид, и мы зашли в невысокий домик, где повсюду на полках были разложены страусиные яйца. Все они были красиво раскрашены и помещались на специально сделанных подставках. В углу, почти у самого входа, стоял маленький скелет страуса, а в центре комнаты – большой, в человеческий рост. В комнате вместе с нами находился черненький парнишка, который пытался рассказать нам об эволюции и истории разведения страусов. Наш гид прервал его, заявив, что все нам сам объяснит, а его попросил сходить в буфет и принести нам по баночке и цете. Парнишка метнулся к буфету, а наш гид, подражая экскурсоводу, начал свой рассказ. Африканский страус – это самая крупная птица в мире, рост которой достигает 2,5 метров в высоту, а весить эта птичка может до 130 килограммов. Ноги у них длинные и сильные. Самцы – черные, самки – серобурые. При беге развивают скорость 40-70 километров в час. Поэтому, прежде чем вы пойдете кататься на страусах, подумайте. «Хотите ли вы это?» «Моя жена очень хочет», – сказал мой муж. Я удивленно посмотрела на него, но он улыбнулся и голосом ангела прошептал. «Ну, правда? Ты же хочешь?» «Признаюся?» Не дождавшись признания от меня, Шура решила исход катания. «Я составлю тебе компанию», – согласилась она. Игорь пожал плечами. На данный момент эти страусы его явно не интересовали. «Вам все равно не разрешат, вы весите более 60 килограммов», – успокоил гид наших мужчин. На их лице отобразилась благодарность. «А перекусить тут можно?» – спросил мой муж. «Да, и пивка бы хотелось», – поддержал его друг Игорь. «Значит, кататься на страусе не будем?» – спросил гид. «Моя жена точно будет», – опять ответил мой благоверный за меня. «А пиво?» – возмущенно спросил Игорь. «Будет позже, когда мы накатаемся на страусах». Спокойно ответила Шура и, обратившись к гиду, попросила. «Идемте, уже». Как раз прибежал черненький и принес нам напитки. Мужья покрутили в руках баночки с чаем и, тяжело вздохнув, направились с нами на страусиный забег. Участок с половину футбольного поля, на котором проводились страусиные бега, был огорожен невысоким стальным забором. Страусы стояли сбоку, в загоне, и ждали своего наездника. Черненький что-то сказал гиду, а он нам в свою очередь предложил. «Выбирайте, какой на вас смотрит». «Я хочу вот того, который скромно стоит в углу», – сказала Шура. «А я второго справа». Уж очень он мне приглянулся. Паренек метнулся к Шуриному страусу. Сначала он что-то ему говорил, а потом резко надел на страусиную голову черный мешок, чтобы птица не задерживала внимания на изучении будущей наездницы. Затем он повел страуса в специальный загончик, где тот не мог даже повернуться, закрыл за ним ворота, подставил лесенку и предложил Шуре сесть ему на спину. Шура поднялась на ступеньку и с ужасом спросила у гида. «А где седло и поводья?» «Пверья, и седло, и поводья», – объяснил он. «Еще чуть-чуть, и Шура спрыгнула бы со ступеньки, но тут я вставила свое веское слово. «Давай, ты задерживаешь экскурсию». Быстро залезла, быстро покаталась, и все. Мужчины были со мной солидарны и закивали ей, чтоб она не задерживала аттракцион. Наверное, Шуре стало стыдно за то, что она на секунду струсила, и она уверенно оседлала страуса. Птица слегка дернулась. «Держись за крылья. Не бойся. Смотритель не отойдет от тебя ни на шаг. Он будет бегать вместе со страусом, даже если тот будет мчаться со скоростью 40 км в час», – успокаивал ее наш гид. Потом парнишка, держа страуса за перья, вывел его на середину поля, снял с его головы мешок и немного подтолкнул птицу. Страус сделал несколько шагов и встал. Это повторилось раз десять. Шура сидела довольная и даже пыталась помахать нам рукой. Когда смотритель помог ей слезть и подвел к нам, она сияла. «Ты должна это испытать», – сказала она мне. А мальчишка уже набросил мешок на голову тому страусу, которого я выбрала. Я посмотрела на мужа. Он сиял от счастья и махал мне рукой. «Вот, гад!» – подумала я и перекинула ногу, садясь на страуса. У меня в голове промелькнула мысль, что это может быть последний день моей жизни, но дороги назад уже не было. Когда со страуса сняли мешочек, он дернулся, видимо недоумевая, что за лошадь села на него. «Ну да, да, я вешу не шестьдесят, а немного больше. Но ты же не скажешь об этом своему начальнику, правда?» «И мужу моему тоже не скажешь. Хорошо?» Пыталась я объяснить ему истинное положение вещей и продлить свою жизнь хоть на несколько минут, и еще добавила. «Но ты ведь сильный и не таких катал, правда?» Тут я решила, что слов становится мало, к тому же он, скорее всего, русского не понимает, и взяла его за шею. В тот же момент страус кинулся бежать, да с такой скоростью, что вокруг замелькали деревья, другие страусы, наблюдающие за нами из-за гончика, а также я увидела, что Шура, ее супруг и мой благоверный что-то мне кричат. Парнишка, который должен был бегать за страусом, как обещал гид, со скоростью 40 км в час, явно оказался инвалидом. Он едва догонял птицу, цеплялся за ее крылья. В этот момент несчастное животное пугалось еще сильнее и ускоряло бег. Парень, не поспевая за своим подопечным, падал, еще некоторое время волочился за нами, потом отцеплялся, вставал и, угадывая траекторию бега страуса, опять цеплялся, и все повторялось снова. Все это время он мне что-то кричал. Но, увы, даже если бы мои уши не были заложены от страха, я все равно бы его не поняла. Наконец я очнулась от шока и услышала, что кричит мне мой муж. Не держи его за шею, возьми за крылья. Одним решительным движением я переместил руки с шеи на крылья. Страус немного замедлил бег. Тут на помощь пришел смотритель, который был напуган не меньше, чем я. Он схватил страуса за крылья. Тот слегка дернулся и остановился. Другой черный парень подбежал и подал мне руку, помогая слезть. Но страусу, судя по всему, наше общение очень понравилось. Когда одна моя нога была на земле, а вторая еще в воздухе, он повернул голову, посмотрел на меня оценивающим взглядом, а потом клюнул в пуговицу, которая красовалась на моей вязаной кофте. Первый парень толкнул его в бок. Мол, как же тебе не стыдно? Ты так напугал ее до смерти. Давай отпустим ее. Пусть идет себе. Но страус мысли его не внял и опять попытался клюнуть в ту же пуговицу. Тогда парень оскорбился и сразу накинул ему на голову мешок, но при этом гладил и что-то говорил ему. У меня в глазах по-прежнему мелькали деревья, а в ушах почему-то звучали слова «Вот и вся любовь». Через минут десять мы уже сидели за столиком и поедали стейк и омлет из страуса. Мужики пили пиво и хохотали над страусиными наездницами. Следующая экскурсия, которую мы посетили, было погружение в клетки к белым акулам. Нам показали фотографии этих рыбин. Какая-то серая десятиметровая рыбина, раскрыв пасть со вставной челюстью в три ряда острых и кривых зубов, выпрыгивает из воды за куском мяса. Мой муж сказал «Симпатичные». Игорь сказал «Прелесть, а не рыбка». А мы с Шурой в голос закричали «Мы никуда не плывем». Но, никто нашего согласия не спрашивал. Любимая поговорка моего мужа. Куда муж? Туда и жена. В семье наших друзей, видимо, тоже такие же правила. Поэтому через полчаса мы вчетвером оказались на небольшом катере. И плыли мы навстречу к акулам. «Я ощущаю себя собачкой муму», – жаловалась я Шуре. «А я себя ощущаю на девятом месяце беременности. Меня тошнит и вот-вот начнутся роды, потому что я очень волнуюсь. А когда я волнуюсь, у меня случаются приступы. Я в туалет хочу. А тут туалета нет». Поделилась своими проблемами Шура. «Девочки, но вы бы хоть улыбнулись». Наши мужья сияли от предстоящей встречи с кривозубыми рыбками. Катер приплыл на место и кинул якорь. Мой муж и Игорь вместе с инструкторами упали на коленки и в такой позе стали всматриваться в голубую воду в надежде увидеть белых акул. Минут через десять инструктор притащил какую-то посудину с прикормом. Запах стоял такой, что я тоже сразу почувствовала себя на девятом месяце беременности и, взяв под руку Шуру, принялась причитать. «Идиоты! Ну, если хотели острых ощущений, нас зачем брать?» Инструктор кинул приманку в воду и вскоре мы услышали возбужденное мучание наших мужей. «Вот, вот, вот!» Начали готовить погружение. Клетка. Примерно два на два метра была сделана из толстого каната и не имела совершенно никакой твердой основы. Меня сразу перестало тошнить. Шури тоже сразу полегчало, она подбежала к Игорю и сказала, «Не позволю, только через мой труп. Если ты зайдешь в эту клетку, я прыгну в воду». Игорь, понимающий, отошел от клетки. Мой муж пытался успокоить друга, приговаривая, «Да перестань, она же шутит!» «Ничего я не шучу. У меня трое детей и воспитывать их одна я не собираюсь. Не пущу», сказала. Игорь обреченно кивнул, что подчиняется. «Да, она такая, кинется в воду, поймать не успеете». И, похлопав по плечу моего мужа, добавил, «Давай, передай им от меня привет». В этот момент надо было видеть моего благоверного. Вся его спесь куда-то сразу улетучилась, и в глазах сверкал один большой вопрос. «Оно мне надо?» «Конечно, я могла спасти мужа», повторив один в один монолог Шуры. Но я так была зла на него за Страуса, и за то, что он посадил меня в эту лодку. Что только хитро улыбнулась, помахала ручкой и прошептала. «Счастливого пути!» Тут, на его счастье, все акулы куда-то испарились. Инструктор предложил подождать еще минут 15, и если они не появятся, возвращаться назад. На помощь моему мужу пришла Шура и попросила не ждать, а возвращаться прямо сейчас.